Восемь часов тридцать шесть минут, среда июль, день двадцать восьмой. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро восемьдесят семь пятнадцать, доллар семьдесят три, семьдесят шесть, нефть бренд семьдесят три, восемьдесят два и пара биткоин доллар тридцать девять тысяч девятьсот сорок пять долларов сорок один цент за один биткоин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я всегда слушала слепноты, корн и лимбискет и всякие там альтернативные металлы, не только, и для меня это часть моей веселой и невеселой жизни. Давайте драм-соло Джои Джордисона в связи с этим включим. Это старое соло. На самом деле, насколько я понимаю, он давно уже болел чем-то серьезно, и вот, видимо, эта болезнь его довела до могилы. Не-не-не, вверх, 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 вверх. Ну что, нет, ну что, не то, не то, не то. Назад, 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 назад. Ну что, назад, ну что, называем, ну зачем? Ну ничего не делайте, ничего не делайте, ничего не делайте, ничего не делайте. Господи, хочется нажать что-нибудь, ничего невозможно нажать. Вот, включите нам вот это главное Вот это нам главное, включите Драм-соло мы сейчас послушаем, посмотрим Включай, пишет Да, вот это, заплюнулся, самый умный, что ли, е-мое Вот это, самый умный Да включайте, включайте Там все равно будет еще какое-то время трындеть Едет на машине, он еще молодой Едет на тренировочную базу Сейчас чуть-чуть разговаривает с мужиками Заходит, садится за барабаны И вот сейчас будет чудеса, чудеса Он же считался одним из лучших барабанщиков, пишет Владимир Ч Это правда, ну на мой взгляд, на мой вкус Конечно, кто-то скажет, нет, это не то Нам такой стиль музыки не нравится Но мне лично нравится, я кайфую от этого Я с удовольствием всегда смотрел Многие вот такие вот записи Во-во-во-во Вот он Он хорош, правда Но это чисто тренировочка у него Послушайте, посмотрите Такой раз, паузу взял, пересел А? А? Моё, пишет Александр, ну хорош же Из какой группы? Слепкнота, Андрей, ну чего вы? Блин, вот и не стало лучшего барабанщика А я перестал слушать слепкнот после его увольнения Пишет Миг Да, но он уволился, собственно, по-моему, потому что он болел Вот в этом проблема Давайте Во! Вот это хорошее видео Я точно знаю Оно куда улетело? Куда оно улетело? Вот только что было Есть драм... А, вот Вот, 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 вот Нет, Айлис нам не подойдет Нужно найти драм, ну не соло, а драм кам с People Equal Shit People Equal Shit по-русски люди это говно Простите, но это такая песня Это глубинные тексты у слепкнота Здесь мы не будем обращать на это внимание Но вот драм кам многое нам даст для понимания Драм, вот здесь можно написать вместо соло Come, come через A, да, не через U Потому что можно что-нибудь другое в интернете найти через U Come через A, да, come, yes, yes, come Все правильно Пробел People P-O-P-L-E Да, P-O-P-L-E, P-O-P-L-E Равно Shit S-H-I-I-T Вот, 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 отлично Давайте попробуем найти Ну-ка, ну-ка, ну-ка Нет, Джей Вейнберг, нет, Вейнберг нам не нужен Это, это что, я никак не нажму рукой в этот дурацкий монитор Он, он у меня подводит вообще Выбросите его, да, выбросите его А, нет, это не то А, Джои Джорджсон, драм-сол, есть Вот оно Давайте-ка послушаем, что у нас там Вот это, куда? Вот это вот дергать А? Да какая разница, нормально Он хорош И вот Ну он хорош, ну правда Смотрите Ну я хотел быть, конечно, солистом Ну ладно, ладно Дальше, дальше вот этот невнятный текст, типа Но барабанщик хорош, правда, правда А, да Вот Вот еще бы кто умер На радио послушали бы их творчество, пишет за Плинтусом Да, такое вам на радио не включают, я знаю Ой, ну хорош, ну хорош, ну хорош Прямо, ну, слушай Сатанисты, по-моему, по-английски материться в эфире Можно, а на родном нельзя, что ли, пишет Олег Да нету мата в английском языке, это во-первых А во-вторых, они, конечно, да, сатанисты По-хорошему, если так на них посмотреть, конечно, да Конечно, ну, образ такой у них, так скажем Не совсем православный Вот его лучшее, пишет Константин Обычная долбежка, пишет Артем Ой, обычная долбежка, это ваше сообщение в эфир с утра Вот эта вот долбежка Похоже на раз ковбой, два ковбой, пишет Михаил Ну давайте чего-нибудь еще сейчас мы Ну давайте, ну давайте, вот такое вот видео вам Подрублю сейчас, посмотрите Ну-ка, вам понравится Зачем я пошел на радио, надо было идти в это Смотрите, нас на растр, когда пускаем, заблокирует все к чертовой матери Включите нам, а этот Ну, вторую камеру включите нам Да Включайте Две, 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 чтобы было, две Ага, ага Такую музыку в треновом состоянии не слушают и не пишут, пишет Александр Наоборот, вы пьяные, никогда не сможете так сыграть Вот послушайте Райл, смотри Вот это я понимаю музыка А вы мне говорите вот это А я все летала, я так и знала Вот Вот это приятно Вот это приятная музыка Думал их на заставку себе поставить Но вот корн просто тогда взял Ну, вокал меня никогда особо не вдохновлял в этих песнях Но вот драм-соло у него Как тебя неадекватно в эфир пустили Да сам пришел, Кол, сам пришел Сейчас стакан треснет, пишет Халдей Это вам не Белые Розы, пишет Аймэс Да, да, Аймэс Вот понимаете, когда я приезжаю на рыбалку, да, и там кто-то слушает Белые Розы Вместо того, чтобы давать людям рыбачьей тишине Они же не понимают, что мне хочется, конечно же, тоже поделиться с ними прекрасным И что-нибудь вот такое приятное для них вот включить, например Давайте-ка мы наберем А просто уберите, драм-кам-пипл, вот это все уберите Вот, да, вот так, пам И просто пам И сейчас нам что-нибудь выпадет Сейчас нам что-нибудь такое красивое Сайко-сошел, нормально 2009 год, это нормально, это нам пойдет А? Да и пошли они Пошли они все на своем ютубе вонючем Забанят, разбанят Так, сейчас, давайте, сразу нам нужен барабанщик. Давайте, мотаем до барабанщика, мотаем до барабанщика. Нет, все, неинтересно, что-то бегает мужик. Во! Ну, тут, может быть... А, ладно, неинтересная песня с точки зрения барабанов. Нет, это неинтересно. Давайте что-нибудь жесткое найдите нам, жесткое что-нибудь. Классное такое, чтобы прям... Вот так вот. Чтобы прям по полной программе. Да, я тебе накидал, пишет Снус Мурми. Куда? Покрути вверх. Так, ну-ка, сейчас покручу. Чего там? Включи эту ссылку, пожалуйста. Вот здесь, Константин С нам ссылку дает. Константин С, можете найти. Чуть-чуть вниз там. Значит, эээ... Значит, эээ... Значит, эээ... Ваши заказы принимаются. Что слушаем из Слепнот сегодня? Вспоминаем хорошего барабанщика, хорошей злой музыкой, в конце концов. Ну, так это же мы вроде уже показывали, да? Нет? Ну, это мы, по-моему, показывали. Они ей показывали, но это вот будет хорошая вещь. Это опять people and call что-то, естественно. Ну, тут, конечно, качество не алло. У вас. Ой-ой-ой, шкалит как. Эээ... Это нет, это не звук. Ребята, это не звук. Это не звук. Мы такое не даем. Включите просто эту же, просто песню. Просто песню. Найдите просто песню в хорошем студийном исполнении. Дуалити надо врубать, пишет Майк. Эх, да, вот были времена, пишет Влани Поп. А Бабкину можно, пишет деревенский парень. Все просто. Кто умирает, того и включаем. Понимаете, деревенский парень? Поэтому желаю нам очень долго не включать Бабкину в эфире. Какая смысловая нагрузка у данных произведений искусства, пишет Старлей? Мне все равно, какая смысловая нагрузка. Мне всегда нравился барабанщик у них. Вот прям нравился барабанщик, потому что, ну, такой у него приятный звук. Вот, понимаете, прям... Не, просто наберите слепнот и все. Просто слепнот наберите. А? Да не мучайтесь, просто наберите слепнот. Просто наберите. Не надо Джои Джордисон отдельно. Вот, слепнот. Старую песенку сейчас какую-нибудь поставим. Всем понравится. Первый канал блокирует показ Олимпиады в Крыму. Эрнст не признает Крым как и греф, пишет Олег Сидоров. Не знаю, не знаю. Че-то моим детством повеяло, пишет Панк 13. All hope is gone. Еще есть такая песня. Нам предлагают. Нет, я считаю, что в связи с тем, в каком эмоциональном состоянии мы всегда находимся, нет лучше песни для нас, чем... Да не надо писать Джои Джордисон. Включите нам любой клип. Ну клип, ну просто клип. Просто чертов клип. Пускай он будет. Вот. И давайте, people call shit. Мне вот хочется такое, чтобы прямо люди получили удовольствие. Вот по-настоящему. Да-да-да-да-да-да. Вот чтобы они кайфаны. Трэвис Баркер и Джои Джордисон лучшие барабанщики эпохи, пишет Георгий. Как говорил мой дед, чему учит тебя эта песня, пишет Ник. Играть на барабанах, Ник. Да, были люди, таких больше не делают, пишет Спамбокс. Круто, спасибо, я проснулся, пишет Мик. Да подождите. У Доброходова... Кто такой Доброходов? Не знаю. Обыски, а вы по барабанщикам. Вообще плевать. Кто такой Доброходов? Я не знаю, почему они все обыскивают. Дыг и дыг, как жига карбюраторная, пишет Дэко. Да вы попробуйте. Ну-ка, ну-ка. Кто вокал? Вокал это, конечно, ладно. Ну, ну вот, смотрите. Одно удовольствие, правда? И вот, и вот. Ну, хорошо же, ну, хорошо. Ладно, а есть знаменитый его драм-соло, когда он на барабанах поднимается вверх и его прокручивают. Это можно просто набрать Джой Джорджсон драм-соло, и это будет практически первое видео всегда. Он поднимается на барабанной установке вверх, и потом его наклоняют, вот так вот наклоняют, и он как-то крутится. Да, ну это что-то. Правда, там в определенный момент, конечно, зажигается вот эта вот пентаграмма сатанинская. Но, ладно, давайте будем относиться к этому как к шоу, как к музыке. Не будем обращать внимание на такие вещи. Маленькие тонкости никому не нужны. Мы в трех кабинетах на работе сменили радиостанцию. Пока, пишет Данин. Да и в задницу. Какая разница? До свидания, Данин. Вместе со всеми. Идите. Скучная у вас работа, и скучные у вас люди. А я тебе это кидал, пишет как раз Смус Мурмик. Сейчас посмотрим. Нажрался психостимуляторов, подолбил и помер, пишет Александр. Неправда. Он не первый. Барабанщик Мотли Крю тоже крутили, пишет Андрей. Да, но я смотрел, у Мотли Крю это было отстояно. Джои Джордисон, пулемет. Спасибо за счастливое детство, пишет Нюк Салай. Это сатанисты какие-то, пишет Артем. Ларс Ульрих еще крутой, пишет Олег из Металлики. Ну как сказать? Ларс Ульрих крутой, просто потому что он Ларс Ульрих. Не забывайте, да? Мы здесь про барабанное искусство говорим. Вот, вот, видите, вот здесь наклоняется она, барабанную установку. Все, значит оно подходит нам. Значит оно нам подходит. Смотрите, какая история. Это я сейчас всем хочу показать. Просто посмотрите. Ну хоть посмотрите на нормальных барабанщиков, но правда. А то вам все время это не снится рок от космодрома, вот это вот. Не, классная песня, но посмотрите на нормальных барабанщиков, интересно. На спецов. Кресло у него автомобильное, обратите внимание, тоже. Ну звук, конечно, отстой полный, но... Ну здесь, кстати, без пентаграммы обойдется в этом видео, поэтому ладно. О, видите, как людям нравится. Если барабанное искусство, то Джоя Бонэм, Майк Портной. Джон Бонэм, как говорят, Дмитрий. О, смотрите. Смотрите, что творится. Его наклоняют на 90 градусов. Вниз лицом он барабанит сейчас будет. Не, хорош был. Он еще такой коротыш. Мелкий был, да. Ох, зажигает. Смотри, смотри, что творит. А, и пошли крутить его. А? Ох, я как хотел барабанную установку купить. Ну вот это вот все соседи. Туда-сюда. Все, это, конечно, ужасно. Нет, видать, зажгут свою ду... А, зажгли пентаграмму в итоге. Все, сатанисты чертовы. Ну, есть нет христианской музыки, чтобы так играли. Вот, ну, нет ее. Ну, понимаете? Это же пулемет. Как по мне, Дэйв Ломбарда посильнее Ларса будет, пишет Каптен Джон. И вот, он вышел уже, все. Назад его возвращают. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ага. Ари Калин с одной рукой, пишет Хохоха. Барабан-установка и моей мечтой была, пишет Маруся. Ну вот, видите. О, Джой. О, Джой, что ты наделал? Что ты нас покинул? Как ты мог это сделать так? Как ты мог с нами так выступить? Жизнь несправедлива. Вот так вот. Здорово. Не, ну правда, круто. Круто, круто. Это, этот чувак много кого вдохновил. И поэтому я не жалею, что я, значит, включил его сегодня вам. И некоторых из вас с ним познакомил, с его творчеством. Это во мне этот дурацкий рэп, этот дурацкий бит один и тот же. Постоянно, как он раздражает. Это мастерство. Эти парни умели. И, понимаете, эти парни умели играть в гитару, в барабан бить. Они умели, да. Они умели делать туда-сюда вот это вот все. И палочками, и медиаторами, и чем только не умели. Ну, по части гитарного искусства Слепнот, конечно, не очень интересно смотреть. Но вот барабанщик у них был годный. Даже, помню, концерт он с Металликой отыграл. Тоже было хорошо. В тот момент я задался вопросом, как у него так получается попадать, куда нужно попадать. Ларс Ульрих в этом смысле немного специфический барабанщик. Но зато эмоциональный. Крайне эмоциональный. Да? Ну и музыку пишет. Это тоже важно. Ладно. Что? Всех разогнали. Кому? Плюс 35 уже, наверное, даже. Вот. Теперь надо будет их как-то собирать. Как их собирать? Не знаю. Наверное, придется включать Юру Шатунова чуть позже. Но пока вот именно такая музыка была с нами, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Завтра жду короля Шут, пишет Фомик. Не, не получится, Фомик, потому что горшок-то умер давно. Вот тогда мы короля и Шутатов с вами и слушали. Да? А вам растительность на лице идет, пишет Светлана. Спасибо большое. Алексей, это знак анархистов, то есть безвластия. В их понятиях это не сатанизм, пишет Ван Старков. Да? Ну тогда все. Хорошо. Значит, они анархисты. Вон оно что. Сейчас тоже есть хорошие металл-группы, но они малоизвестные, пишет Света и из Москвы. Да все, времена металла прошли, у меня такое ощущение. Людям хочется чего-то... Ну как людям хочется чего-то? Люди потребляют что-то. Вот этот, как он там, пластиковый мир победил или какой? Как они это называют? Ну не знаю, короче, противно это все. Весь этот рэп. Я уже не могу слушать рэп, правда, везде. Где не попадаешь, куда не придешь, везде рэп. Что, кто-нибудь про Джо и Джордисона доброе слово скажет или нет, в конце концов? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 79254848, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Тем более вам никто никогда, нигде в России на радио не поставит это... Ничего из того, что я вам поставил сейчас. Вообще ничего. Это точно, вы просто это никогда не услышите. Нигде. Нигде, нигде не будут приставки рок, металл, чего угодно. Не поставят. Вот не поставят и все. Вот не поставят, понимаете? Эта музыка, она как была андеграундная, так и осталась андеграундной. Вот это настоящий андеграунд. Не то, что это дурацкий рэп ваш. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Олег, здравствуйте. Говорите. Да, 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 да. Да, доброе утро. Доброе. Очень благодарен за то, что включили слепнот. Вот. Я лично ходил на первый концерт в Москве, когда они приезжали. Это было нечто. Вживую их слушать. Просто там что-то, нечто творилось. Круто, да? В Олимпийском. Очень. Очень круто. Скажите честно, хотелось купить барабаны, типа, как Джо. А я играл в ударных. Ну тогда вообще. Ну как оцениваете его? Как вы его оцените? Скажите про него. Не, ну такого не повторить. Это годы тренировок, десятилетия тренировок. И таким, наверное, даже рождаются просто люди. Крутой он, да? Очень крутой. Очень крутой. Просто некоторые не понимают, они говорят, и что там, трыдыщ, трыдыщ. Ну не понимают. Ну, многие и другую музыку не понимают, как мы с вами. Ну да. Есть такой моментик. Моментик такой тут есть. Спасибо вам большое за звонок и за добрые слова. Тем более вы барабанщик, значит вы говорите по делу. Бедные бабушки, которые вас слушают, пишет Лиховский. Да, я бы хотел обратиться ко всему старшему поколению. Ну вы ж извините, но надо было немножечко просветить. Круто, спасибо. Я проснулся. Лучше любого кофе, пишет Мик. Все для вас, Мик. Когда Джой ушел из группы, они стали более попс-вещей играть. Чаще больше на альбом, пишет Дмитрий Гальперин. Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильнее. Последний кораблик остыл, пишет Серпуховчанин. Это я тоже так сыграть могу. А ты давай мурку. Такая цитата от Гномб. Ну это, видимо, шутка. Шутка. Шутку шутит. Давайте еще разочек что-нибудь такое. И пойдем на новости. А, ну у нас есть же полминутки. Успеем мы? Ну давайте быстрее, 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 давайте, быстрее, 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 потому что когда медленно, оно ничего не получается, вот, быстрее, как Джои Джордсон, давайте, давайте, у нас есть 20 секунд, мы послушаем 20 секунд, давай, быстро, 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 барабаны нам, а, о, опа, опа, хорош, 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 прям выстреливает, и он такой очень спокойный, мелкий такой, спокойный, Ну хорошо же, но вот бы такого соседа. У меня сосед был с трубой. Ужасно. А вот такого соседа я бы принял, как соседа. Ладно. Ну да. Ну и так это я просто решил подключиться. Эмоциональное подключение произошло. 9.00 новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Винобороны Армении сообщило о гибели троих военных в боях на границе с Азербайджаном. В заявлении прислужбы ведомства говорится, что еще двое солдат получили ранения. В свою очередь в Минобороны Азербайджана рассказали, что двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны Армении в районе границы на Кельбаджарском участке. В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5. Подземные толчки ощущались в Хунзахском районе республики. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, информации о разрушениях и пострадавших нет. По словам собеседника агентства, социально значимые объекты Дагестана работают в штатном режиме. Полицейские пришли с обыском главреду The Insider. По словам Романа Доброхотова, стражи порядка постучались в его квартиру на Литовском бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС. На прошлой неделе Минюст России включил интернет-издание The Insider в реестр СМИ и на агентов. В Москве родители смогут по видео наблюдать за новорожденными, находящимися на лечении. Такая возможность появилась еще в трех стационарах столицы. ИКБ номер 2, Морозовская детская городская клиническая больница и в роддоме ГКБ номер 15 имени Филатова. Родители, находящихся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях детей, смогут наблюдать за их состоянием в режиме онлайн по видеотрансляции. Ранее эксперимент стартовал в принатальном центре ГКБ номер 24. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, если проект и далее будет востребован среди родителей, число больниц, в которых родители смогут наблюдать за детьми, будет расширено. Российский четырехкратный чемпион мира по фехтованию объявил о приостановке карьеры. По словам Вениамина Решетникова, он не знает, вернется ли в спорт. «Мне исполнилось 35 лет, для фехтования это не самый молодой возраст. До ближайших стартов сейчас далековато, возьму время и решу окончательно, что мне делать», сказал спортсмен. В активе Решетникова четыре золотые медали на чемпионатах мира и столько же побед на чемпионатах Европы. Далее о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 73 рубля 85 копеек, евро 86 рублей 99 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня будет пасмурно, местами дождь и до 25 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клименов говорит «Москва». Здравствуйте. Редактор субтитров А.Александр МалиевEZ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теннисист Даниил Медведев резко ответил журналисту-провокатору, который назвал всех российских спортсменов читерами. Ну, читеры, мошенники, да? Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста, цитата... И требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел, сказал Медведев, парируя реплику, обращаясь к представителям Международной Теннисной Федерации. Инцидент произошел после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фони... 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 Не знаю я этих всех теннисистов. Медведев сегодня вышел в одну четвертую финала турнира по теннису в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх. Нам напоминают. Ну и красавец Медведев и правильно все сделал, правильно все сказал. Будут еще всякие там непонятные журналисты выпендриваться. А хотите посмотреть, как Ким Чен Ын по случаю 68-летия Победы в Великой Отечественной Освободительной войне, у них своя, ночью приехал на кладбище участников войны и принял там парад? Хотите посмотреть Северокорейский парад? Я предлагаю нам всем посмотреть Северокорейский парад. Это интересно, это красиво, это величественно, это... Ну в общем, это занимательно, как мне кажется. Да, посмотрите. Медведев красава, пишет Андрей. Абсолютно с вами согласен, все четко сделал, не стал вступать в какие-то, да, там, бои словесные. Просто этого человека здесь быть не должно и на вопрос его отвечать не буду. Ну давайте посмотрим. Северная Корея, собственно, памятные мероприятия в Северной Корее. Ким Чен Ын. Редко мы видим кадры из Северной Кореи, а тут можем посмотреть. Потому что они официальные. Вот Ким Чен Ын. Особо звука нет. А, ну вот есть звук. Погромче сразу делайте, не ждите, да. Мы видим, как идут военнослужащие. Рядом с Ким Чен Ыном, в руках у него роза. Сам он в традиционном для себя костюме, черном, со стойкой. И традиционный для него... Ой, оставляйте, оставляйте. Почему-то такой мультяшный голос какой-то у диктора. Ну ладно. Ну и вот все, соответственно, северокорейцы пришли почтить память на военнослужащие героев своих. Ну, на самом деле, парад и парад. Но, тем не менее, поскольку мы мало чего видим и Северной Кореи, то что-либо посмотреть из нее уже интересно. Ну и Ким Чен Ын выглядит вполне себе бодрым. Ну, голос у диктора действительно странный. Может быть, кто-то это специально так сделал? Убыстрили, да? Чтобы как-то это было... А зачем? Ну, все. Посмотрели мы на Ким Чен Ына. Диктор под газом пишет Андрей. Ну, есть такое ощущение, что, да, действительно, как будто гелий у него. Но это, наверное, просто кто-то убыстрил или что-то такое произошло. Минобороны Армении тем временем сообщило о гибели троих военных в боях на границе с Азербайджаном. Там накалилась ситуация. В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что еще двое солдат получили ранения. В свою очередь, в Министерстве обороны Азербайджана рассказали, что двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны Армении в районе границы на Кильбаджарском участке. То есть, вот сегодня появилась информация с утра, что, ну, становится жарко там. Опять. Опять там накаляется обстановка. Опять там возникли проблемы. Вот то, что Арти по этому поводу писали. Локальные бои на границе Армении и Азербайджана. Есть раненые. По данным Министерства обороны Азербайджана, начиная с 50 минут первого, если так можно выразиться, вооруженные силы Армении ведут обстрел азербайджанских позиций. Якобы. Ну, естественно, как всегда, заявление Минобороны Армении совершенно по-другому звучит. Азербайджанские военные начали наступать на военную операцию. По их мнению. Ну, как всегда. То есть, это абсолютно точно расходящиеся позиции на 180 градусов. С одной и с другой стороны. Северокорейское сжатие файла. Корейцы войну выиграли, по сути, у Советской армии в обозе. А сейчас про нас и не вспоминают, пишет Павел. А что по ночам-то они порадят, пишет Дмитрий. Ну, есть, наверное, причины. Посмотрите в интернете. Я думаю, это связано с тем, когда она началась или когда она закончилась, скорее всего, эта война. Ну, так по логике. Да, время. Ну, это как, знаете, вот у нас, например, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, мы говорим часто об этом. Но есть две такие даты. Начало и конец. 22 июня 41-го года. Мы всегда говорим ровно в 4 утра. Это не совсем так. Там есть тонкости. Но принято вот так. 4 утра. Соответственно, например, я помню, я был в Белоруссии 22 июня. Какой же это был год? По-моему, 18-й. И вот там мероприятия как раз тоже начинались ночью. И вот к 4 часам утра, значит, это все. Там был митинг. Там потом была постановка. Ну, то есть, они вот какую-то постановку делали. Показывали, как это было нападение. Ну, я даже не знаю, что это. Реконструкция какая-то. Вот эту мы реконструкцию смотрели. То есть, просто, наверное, это совпадение некое по времени. Вот и все. Поэтому ночью. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7 925. 4 восьмерки. 94.8. СМС-сообщение. Говорит МСК. Бот. Телеграм. Еще из интересного. Украинские СМИ сообщили со ссылкой на врачей, что в Киеве умер первый пациент со штаммом Дельта. Утверждается, что он был в группе из шести человек, которые недавно вернулись из России. Израильские спортсмены на играх в Токио проверили на прочность знаменитую картонную кровать и сломали ее. Все-таки сломали. Вот израильские спортсмены упорные, да, и упертые, можно так сказать. Но, правда, они ее ломали в девятером. У нас есть кадры, мы вам покажем. Если вам интересно, чем занимаются спортсмены в свободное от соревнований время, они ломают кровати, пытаются их ломать. Вот, например, израильские спортсмены этим заняты. И у них это получается, но они очень много сил тратят на это все. Ну, так вот, так выходит как-то. Очень много сил приходится тратить. А? Да покажите, как есть. Да не мучайтесь вы, ну, правда, показывайте, как есть. Вот, пожалуйста, вот они, израильские спортсмены. Вдвоем прыгают не получается. Втроем прыгают не получается. Вчетвером прыгнули. Не получилось ломать. Значит, пять человек не получилось сломать. Шесть человек не получилось сломать. У них такой флешмоб. Вот они в семером уже. Раз! И это не получается опять. Ну-ка, где восьмой? Восьмой пришел. Эх, нет, не ломается. Но уже гнется. Уже гнется. И вот они уже в девятером, гранд-финал, они говорят. Ну-ка, бах! Да и тоже не особо-то и сломалось. Ну, так, чуть-чуть, может быть. По мелочи сломалось. Слоу-моушен, они даже делают, говорят, все-таки, да, сломалось. Сразу видно, что спортсмены занимаются важным делом. Но, тем не менее, я все еще задаюсь вопросом, где мне взять мебель из этих материалов. Потому что это должно быть дешево. И это должно быть прочно. В Японии, да? В России не продают еще? Мне кажется, это хорошая такое, какое-то сейчас... Хорошая бизнес-идея, которую можно было бы реализовать. Мебель из картона. Почему никто не делает? Напоминает анекдот про финскую бензопилу. Пишет Панк 13. Никогда не слышал Панк. Пришлите мне. Интересно. Ну, просто интересно. Четырехкратный чемпион мира по фехтованию Вениамин Решетников считает свое выступление на Олимпийские игры в Токио полным провалом, который произошел из-за эмоционального перегорания. Российские саблисты не смогли завевать медали ни в личном, ни в командном турнире. Но зато саблистки у нас хорошо выступили. А так да. Минобороны Азербайджана меж тем опровергло сообщение о нанесении удара гражданским объектам на территории Армении. Вооруженные силы Азербайджана продолжают ответные меры. Это вот сейчас идут новости. На действия армянских вооруженных сил. Так они утверждают. В направлении Кельбаджарского района. Опять же, это сообщение Минобороны Азербайджана. Медали нет, хоть кровать сломаем, пишет Борис. А у Израиля что, нет медалей, что ли, никаких? Я просто не знаю. Я так слежу за командным зачетом, но не могу сказать, что уж сильно так... Ну, прямо так бы предельно слежу за этим командным зачетом. Что там происходит и как происходит. Но вчера заметная была история. Это сборная России, которая выиграла, значит, олимпийское серебро в мужской эстафете 4 по 200 метров. И, в общем-то, я думаю, что мы можем с вами позаимствовать видео у России и показать, как это было. Показать, как это было, да. Они взяли серебро в командном зачете. И это, насколько я понимаю, для нас хороший показатель. Хороший показатель. Все очень сильно радуются. Да, давайте посмотрим, как это было. Но хотя, наверное, не надо с голосом. Вот просто давайте я сам. Вот наши идут на втором месте, да. Потому что все равно, Дмитрий, губерниев, и поэтому он на втором месте. Знаете, некоторые недовольны за рубежом. Они говорят, русские троллят запреты. Русские троллят запреты, потому что везде их флаг, на форуме их флаг, на флаге даже. Вот если где-нибудь есть, чтобы показать наш вот этот олимпийский комитет, да. Показать флаг российского олимпийского комитета. Ну, у нас он называется Олимпийский комитет России, ОКР. Не знаю, почему они решили именно такую аббревиатуру сделать, но так вот сделали. Вы можете увидеть этот флаг. Там получается пять колец, и сверху, ну, такой огонек, что ли, да, в виде триколора нашего. И всем все равно понятно, что это мы. Если посмотреть на нашу форму, всем все равно понятно, что это мы. И везде все понятно. Единственное, по сути, чего он не хватает, вместо рок, чтобы было написано рус. Но наши и то придумали. Вот этот вот лозунг «We will rock you». Вот. Нет, ни Оскар, ни олимпийский флаг. Что это у вас вообще написано там? Ну, пишите. Флаг ОКР. Все, все. ОКР. Ну, и раскладка не та, и все. Вот, ну вот, откройте нам флаг ОКР. Вот он, да. Вот такой. Вот и наши с ним ходят. И некоторые иностранцы, в общем-то, недовольны, говорят, а что, где, говорит, запретили-то русским флагах? Объясните. Получается, что у нас как будто самый интересный уже флаг. И наш флаг, и туда еще и Олимпийские кольца, понимаете, добавляем. И прям совсем интересно получилось. Анекдот. Купил уральскую лесопилку, финскую бензопилку. Не, это потом, панк, я потом прочитаю. Вылеты губерниев, пишите, Лина. Спасибо. Губерниев шедеврально. Да, спасибо большое. Одна бронза у Израиля все-таки есть, пишет Борис. Так что не надо, типа, про то, что у них нет наград. Почему не читаешь? Девушки же тоже выиграли в спортивной гимнастики. Золото в команде, пишет Роман. Роман, ну мне кажется, наши девчонки никогда, в общем-то, не проигрывали. Или, погодите, это спортивная гимнастика, а не художественная. В спортивной давно наши не выигрывали, Роман? Я обязательно прочитаю. Эстонские фехтовальщицы выиграли золото в командном. Я родом из Эстонии, это событие, я болел за них сильно, пишет Андрей. Круто, круто. Девчонки, гимнастки супер, пишет Димитриус. Гимнастки наши золото взяли, пишет Павел. То есть, ну вот, все про гимнасток про наших говорят, очень сильно гордятся. Ну, вы флаг показали? Вот, да. И, в общем, все удивляются, говорят, а где России и что запретили? Россия всех троллит. Россия всех троллит. Ну и действительно, есть такое ощущение, что мы немножечко почитали все документы, которые там представляет нам этот Международный Олимпийский комитет. Сказали, так, ну вот, кажется, вот в таком ключе мы можем все оформить. И оформили так, что не хватает только надписи РУС. Но теперь все знают, что надпись РОК, это, считай, про нас. Забавно. С 96-го года в спортивной гимнастике не побеждали, пишет Ксения. Да, все, я теперь понял. Значит, мы в художественной гимнастике прямо всегда хорошо, да. А в спортивной у нас не получалось. У нас не получалось. И вот у нас получилось. Ну, тогда это абсолютно здорово. Парни в спортивной гимнастике выиграли командное золото впервые за 25 лет, пишет К9. За 25 лет. Артур нашел кровать из картона мне и говорит, что что-то дорого. Ну-ка, давайте посмотрим. Давайте-ка кровать из картона посмотрим. Кровать, гармошка из бумаги и матрас во Владивостоке. 19 200 рублей. Покажите нашим людям. Вот есть ссылочка. Нам Артур прислал. Артур, спасибо большое. Представляете? Ну, она, конечно, выглядит так, как будто бы она не из картона, а как будто бы она деревянная. Ну, симпатично выглядит вообще. Но она стоит 19 200 рублей. Ничего себе. Представляете? Вот она, эта кровать. Я даже попробую ее как-то двигать, может быть. Может, у меня получится вам ее показать полностью. Вот, смотрите. Вот она, эта кровать. И она стоит, вот, вот вы сейчас увидите. Вот, 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 смотрите. Не дотянуть мне до 200 вижу. А 19 не могу дотянуть никак. Там 19 200, короче. Там 19 200. А, я знаю, как дотянуть. Я знаю, я придумал. А что вы убрали? Да верните назад. Да верните назад. Верните. Ну, да вообще какая гадость, ничего не понятно вообще. Как мы это вот живем, вот, вот, в этой ситуации с вами? Тьфу, на нее! Тьфу! На слово верьте. 19 200 она стоит. Все. Непонятно вообще. Про то, что скоро у всех мельдоний найдут, уже писали, пишет Сергей. Нет, не писали, Сергей. Вы с Украины пишите нам, что ли? Обход запретов. Наша национальная забава, пишет Панк 13. Главное не... Ну, понятно, в эту кровать ничего не налить, так скажем. Пишет нам об этом Ксения. Ксения, ну, вы склонны к аналитике, тут уж не будем скрывать. Дождь пошел у вас? Меня спрашивают. Ну, вот так за окно смотрю, у нас пока дождя нет, если вам это интересно. Насчет льда тема была. Надо морозить горячую воду сразу после кипячения. Будет прозрачной, пишет Валерий. Да неправда, Валерий. Я всяко пробовал со льдом. Не получается она такая прозрачная, как надо. Это сарказм был про мельдонию, пишет Сергей. Ну, все тогда, Сергей. Сарказм принимается. Сарказм это круто. Вы молодец, если это был сарказм. Так, на бревне сплоховали. Читает Дмитрий. Спасибо за рецепт прекрасного ужина. Куриная грудка салата зеленого горошка. Вкусно и просто, пишет Елена. Представляете, я становлюсь уже таким кулинаром известным. Все для вас, пожалуйста. Пользуйтесь. Это нужно включить в олимпийский вид спорта. Ломание кровати, пишет Света. Не, ну после того, как в олимпийский вид спорта включили скейтборд, я не удивляюсь, что когда-нибудь и ломание кровати туда попадет. Фишка в том, что американочки качкообразного типа и смотрятся не очень эстетично со стороны, когда выступают. А наши девчонки очень красивые. Красивым больше баллов дают, пишет Дмитрий. Но может быть Дмитрий в том дело, что у них пластика лучше. Просто когда человек физически, да, вот, очень много мышц, у него есть такой минус, он теряет пластику. Ну, это все знают. Может быть в этом дело? Да, наши, видимо, не теряют этой пластики, поэтому выглядит как-то, ну, может быть, в этом смысле женственнее. И может быть это влияет на общее ощущение в тот момент, когда судьи принимают решение, кому сколько баллов дать и кто на сколько выступил. Как вариант. Откуда у Японии 11 медалей? В 2016-м было 7 за всю Олимпиаду, пишет Туз. Туз, ну, Япония принимающая сторона, они хорошо подготовились, акклиматизация не нужна. И много чего еще интересного. Мы ведь тоже победили и набрали больше всех наград на Олимпиаде в Сочи в 2014-м же году у нас была Олимпиада, правильно? Я уж память-то не подводит меня. Ну, потом, правда, оказалось, что есть некоторые проблемы, и какие-то медали у нас забрали, какие-то не забрали. Но вот когда Олимпиада шла, у нас прямо было медалей больше всех. Мы победили, мы на первом месте, значит, были по медалям. Потом они потихонечку у нас отвалились. Ну, так вот вышло. Поэтому не знаю, что там японцы делали, но может быть, может быть. У них медали в скейтборде, пишет Валерий. У японцев в скейтборде? Вот подстава. Они, видимо, знали, что у них есть классные скейтбордисты. И такие, ребят, давайте введем скейтборд. Да? Ну, это хитро, хитро, молодцы. Доброе утро. Тонко тебя троллят, пишет Денис. О, да, очень тонко, Денис. Даже иногда я не понимаю, что троллят. Здорово, волки. Ну, чё, кто в чате? Вот такой вот Новоселковск. Что-то он ищет волков в чате. Не знаю. Ну, что-то. Да здравствует совместное учение Великой России и Китая. Только в Великом Союзе мы одолеем вероловный Запад, пишет Василий. Бывают и такие люди. По такой логике мы тхэквондо пропихнули на Олимпиаду, пишет Николай. Почему мы? А тхэквондо же раньше было на Олимпиаде, правильно? Почему не было? Не знаете? А, вы не знаете? Не надо же только вот так головой делать, если не знаю. Надо говорить, не знаю, вот так. А то нет, я думаю, нет, что нет. По-моему, тхэквондо-то раньше было на Олимпиаде. Вот в чём дело. Или только сейчас. Японцев Тони Хавк тренирует. Да, смешно. Тони Хавк, который про скейтер, тоже играли. Я вернулся, посмотрел 20 минут концерт Слепкнот. За плинтусом оторвался от нашего эфира, потому что я пробудил в нём вот эти вот чувства, да? Ностальгические. Никто из спортсменов сочинские медали не отдал, пишет Борис. А из чего бы они ещё отдавали? Зато у наших ребят два золота в тхэквондо, пишет К9. Это да. Ну, там вообще парень, вот я вчера рассказывал, наш тхэквондист, вообще красавчик. Рука у него вся там ломаная, переломанная. Он, тем не менее, вместе с этой переломанной рукой взял золото. Такой молодец. Ну, то есть, превозмогая боль, видимо, да, вот эти все страдания, собрав волю в кулак, он взял золото, он победил и посвятил победу своей маме, которая не стала полгода назад. Я, честно говоря, вот сильно восхищаюсь такими людьми. Это насколько же должна быть вот такая воля к победе сильная, да, чтобы, несмотря на те проблемы, которые у тебя, очевидно, есть с организмом, все-таки победить. Ну, почему вы в перерывах на Ютьюбе такую музыку не включаете, Мик говорит. Да, Мик, да это все авторские права эти дурацкие, поэтому. Был тхэквондо, но у нас первые золото, медали в истории, пишет Борис. А, вы уже видели информацию, что Джо и Джордисон умер? Да мы с этого начинали сегодня, Алекс. Вы просто поздно подключились, мы как раз полчаса на эту тему говорили. Некоторые соло ставили барабаны Джо и Джордисона, вспоминали его добрым словом. Все те люди, которые любят такую музыку, здесь с нами вместе его вспоминали. Так что, если есть желание, вы всегда можете перемотать трансляцию, которая у нас идет на Ютьюб, или просто потом зайти, когда я уже... Ну, это будет уже не трансляция, а запись, и посмотреть ее. Если есть такое желание, и вместе с нами быть, да, в этот момент вместе с нами пообсуждать. Я серьезно, Тони Хоук тренирует японцев, пишет Новоселовск. Серьезно? То есть вы не прикалываетесь? Тони Хоук их тренирует, поэтому? Простой парень азербайджанский напал на Армению, ты в своем уме, пишет. А, Азербайджан напал на Армению, ты в своем уме. А, здесь люди ссорятся, видимо, кто на кого напал. Я не знаю, кто на кого напал сейчас между Арменией и Азербайджаном. Сейчас вот очень сложно сказать. Единственное, я вижу, что идут новости о возобновлении конфликта. И в этом смысле я думаю о том, что там же стоят, в общем, я не знаю, как конкретно в этом районе, но там наши миротворцы задействованы в разведении одной и другой стороны. И очень бы не хотелось бы, чтобы этот конфликт сейчас как-то разгорелся с новой силой. Я думаю, в интересах и наших, и Армении, и Азербайджана, чтобы этот конфликт как можно быстрее сейчас разрешился. Если кто-то только подключился, скажу, что идет информация, что на границе Армении и Азербайджана есть некие столкновения, и даже вроде бы есть пострадавшие, может быть, жертвы. Но информация разная. Не знаю, что из этого правда, что из этого неправда, чему можно доверять, чего нельзя доверять. Ну и, естественно, абсолютно традиционно взаимные обвинения Азербайджана и Армении, в силу того, что они, собственно, всегда так делают, что вы напали или вы напали. Вот понять этого совершенно невозможно. Может быть, какие-то заявления будут со стороны нашего Министерства обороны. Дождемся, посмотрим. Это, наверное, информация будет чуть объективнее, да, чем ту, которую мы получаем от армянской или азербайджанской стороны, потому что они все-таки, ну, абсолютно очевидно, находятся в конфликте друг с другом. А когда стороны находятся в конфликте, они, понятное дело, винят в этом конфликте другую сторону, не себя. Посмотрите, как подбадривают немецкие тренеры, пишет Андрей. Вы имеете в виду там один тренер, который в истерике валялся практически, там очень сильно радовался, когда победила его спортсменка. Я где-то себе это отмечал, но это было пару дней назад. Сейчас я попробую перемотать и найти, и показать вам. Роскошное было видео. Ну, не знаю, вот сейчас смогу найти или не смогу найти. Там тренер один из... Вот он, тренер австралийской спортсменки радовался, подопечный на Олимпийских играх. Вот это было очень интересное видео. Я его почему-то в тот момент, когда оно появилось, не показал вам. Но сейчас после новостей уже покажу, так что приготовьтесь. Но там радость была какая-то запредельная у человека. Он не смог сдержать эмоций. И, наверное, и не надо было сдерживать эти эмоции. Алексей, пускай на Олимпиаду, едут иначе сибирские потянутся и всех за Арарат. Не понимаю. Ида, что вы пишете? Какие-то, видимо, проблемы. Либо вы пытаетесь надиктовать сообщения, либо... Ну, что-то какие-то... Неясно, что вы пишете. Вот такое у миротворца в качестве, пишет Дмитрий Носов. Тоже боролся со сломанной рукой. Потом стал депутатом, пишет Аркадий. Да, Носову мы помним. Мы помним. В телегу посмотри, пишет Волк. В какую именно посмотреть телегу? Что вы имеете в виду? Ладно, посмотрю, как раз пока новости идут. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 В Москве 9.30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте! В Москве в детской психоневрологической больнице произошел пожар. Огонь вспыхнул в учреждении на севере столицы. Как рассказал РИА Новости, представители экстренных служб, из здания были эвакуированы 114 человек, в том числе 78 детей. По словам собеседника агентства, в больнице на улице Ивана Сусанина произошло короткое замыкание проводки, которое привело к пожару в трехэтажном здании. Площадь возгорания устанавливается. Россия и США могут привлечь к договоренностям по оружию Великобритании и Францию. Лондон и Париж находятся в координации с Вашингтоном по ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Цитата. Особенную актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40% до 260 единиц, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. Между Москвой и Вашингтоном действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки союзников Соединенных Штатов договор не ограничивает. Сегодня в Женеве пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, о которых ранее договорились лидеры двух стран. Россияне на 20% снизили вложение в сложные инвестпродукты. Такая тенденция была зафиксирована с конца прошлого года по мая 2021. Причина – введенный Центробанком запрет профессиональным участникам фондового рынка продавать сложные инвестпродукты населения. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные регулятора. Опрошенные здания брокерские и управляющие компании подтвердили приостановку продаж таких продуктов. Ранее Владимир Путин подписал закон об ограничении реализации сложных продуктов неопытным инвесторам. В частности, согласно документу, брокеры или банк могут обязать выкупать обратно инструменты и возмещать расходы клиентам, если он был введен в заблуждение. Эксперты заявили об увеличении трат россиян на детское питание. За год средний чак вырос почти на треть. Он составил 95 рублей, что на 31% выше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитического ресурса «Чек-индекс». Отмечается, что популярностью пользуются детские фруктовые пюре и каши объемом 200 мл. Аналитики считают, что родители делают упор на готовое детское питание, считая такой подход более рациональным по сравнению с приготовлением еды дома. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Олимпийского теннисного турнира. В матче третьего круга российский спортсмен со счетом 6-1, 2-6, 6-1 обыграл аргентинца Диего Шварцмана. В четвертьфинале 35-летний Хачанов сыграет с победителем матча между французом Уго Умбером и греком Стефаносом Цицепасом. Далее о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 73 рубля 85 копеек, евро 86 рублей 99 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня будет пасмурно, местами дождь и до 25 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 746 мм рт. столба. Филипп Клеймёнов, Говорит Москва. 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 День 35 в Москве. Традиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И мы продолжаем. А вы про кровати и одеяло по 800 долларов на Олимпиаде, пишет Михаил. Чего там? Где? Ну вот мне Андрей прислал кровать. Андрей Беликов прислал. Такое ощущение, что он прямо там на Олимпиаде находится. Андрей, или вы где-то нашли это? А? Чего? Да, вот-вот эти фотографии, собственно, наш слушатель Андрей прислал нам. Смотрите, как они близко эти кровати выглядят. Ну это прям... А вот упаковка. Unzip the mattress cover to customize. You can rest on it as it is. А? You can rest on it as it is. Нормально отдохнуть можно? Не, ну смотрите, нормально, абсолютно. Я говорю, мне кажется, это абсолютно гениальная вещь. Просто потрясающая. Она должна стоить, вот натурально она должна стоить 1000 рублей. Нет, 500. Нет, 500. Она должна продаваться в Икее. Она должна стоить 500 рублей. Вот коробочки там продаются. Ладно, 1000. Вот она должна стоить 1000 рублей. И я ее буду покупать, складывать себе и на ней спать. Только она, вот мне не нравится, что она односпальная. Она должна быть, конечно, двуспальная. Две рядом стоять, они будут расползаться, потому что она легкая. Она легкая. А скрутить их не получится, да? Ну потому что разорвется. Ну разорвется. Ну разорвется. Ну разорвется. Главное, чтобы на ней можно было что? Правильно. Лежать. И спать. Спать. Известное слово. Я за. Мне нравится эта идея. Я считаю, что это обалденная придумка. Кто это придумал? Японцы-красавцы. Вот просто это супер. Ну правда. А бумага из чего, по-вашему, делается? Пишет умный огурчик. Ну она, конечно, из дерева делается. Но и не только. Можно же вторсырье всякое использовать, понимаете, да? Вторсырье всякое можно использовать. Суперклеим, склеим две. Пишет Антон. Тоже вариант. Склеить ПВА. Предлагает Вася Батарейкин. Все предлагают склеивать. Ну, в принципе, склеивать можно, да, вариантик. Но тогда она уже склеила, если будет неразборная. А нам нужно, чтобы ее можно было разобрать, а потом собрать. Разобрать и собрать. Это, видишь, как удобно. Ты понимаешь? А если человек, например, живет в... Ну, арендует квартиру. Ему как удобно. Он берет, там, говорит, ну у нас вот только мебели в квартире нет. Он говорит, тьфу, вообще. Вообще плевать. Легко. Приехал. Собрал кроваточку себе. Матрасик так вот расцелил. Лег. Лежит. Хорошо. Пьет квас. Летом. Жарко. А он квас пьет. Холодненький. Лежит. Вот так вот у него. И хорошо. Сразу все в жизни складывается в этот момент. Ну, сами же понимаете, что мне вам рассказывать. Вывод иностранных войск из Афганистана привел... Какие у нас вот, да, качели эмоциональные. Вывод иностранных войск из Афганистана привел к стремительной деградации обстановки и всплеску активности террористов в стране. Это сообщение от нашего министра обороны Сергея Шойгу. И еще. Трое армянских военных погибли. Двое ранены в боях на границе с Азербайджаном. Это пресс-служба Минобороны Армении. По данным ведомства, бои на границе продолжаются. В Минобороны Армении также заявили, что подразделения азербайджанских вооруженных сил, атаковавшие армянские посты на границе в Гегар-Кунинской области, отброшены на исходные позиции. Между тем, в Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы страны принимают меры в ответ на действия армянских военных в направлении Кельбаджарского района. Также Миноборона Азербайджана опровергла сообщение о нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении. Если на слух сложно воспринимать, всегда можете зайти. Вот новости я сейчас читал. У меня в Телеграм лежит. Я забрал ее тоже у коллег. Вот. Можете зайти и прочитать, если так удобнее будет. Да вообще можно спать на полу. Для спины хорошо, пишет Мира. Это, кстати, спорный вопрос. Это спорный вопрос. И плюс на полу, как-никак, если у вас собаки какие-нибудь, вот эти кошки, нехорошо. Да, 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 да. Нет, она в кровать не придет. Она один раз по морде получит, и в кровать она больше не придет. Не надо просто баловать их. У них должно быть свое место, свой лежачок, и они в этом лежачке должны тусоваться. Все. Как только вдруг они решили, что любое пространство, куда они могут и хотят попасть, они туда попадают автоматически. Ну, с котами ты ничего, конечно, не сделаешь. Это бесполезное занятие. Тут я с вами согласен. Коты, кошки — это тупые создания. Это тут же ничего не поделать. Только сейчас мне будут писать, у меня умный кот, у меня умный кот. Ну, по сравнению с собаками они все-таки тупые. Бывают, конечно, и крайне тупые собаки, но в целом собаки, по ощущениям, все-таки чуть поумнее, чем коты, и можно объяснить, что сюда нельзя. Сюда нельзя, да. Это кровать, да, это лежак альфы. А ты не альфа, да, ты там бета, гамма, дельта, ну, как коронавирус условно, омега. Твой лежачок вон там, в уголочке, да, и вот он тебе там оборудован, ты там валяйся. Вот сюда прыгнул, по жопе получил, прыгнул, по жопе получил, прыгнул, по жопе получил, не прыгнул уже. Уже не прыгнул. А зачем? Потому что по жопе все время получать-то никому не хочется, правильно? То есть собаки, они умные. Коты тупые, с ними ничего не поделаешь. Ну, тупые и все. Их надо любить, вот понимаете. С котами, как с родственниками нехорошими. Когда вот бывает у кого-нибудь нехороший родственник, вот он тупой, идиот же, но вот он же родственник. И вот надо его все-таки любить с этим. С котами, как с детьми, видимо, да? Вот так смотришь на детей, ну, дураки дураками, балбесы. Нет, не так? Котов больше любят, да? Ну, я понял. На-а-а. Котопесы ненавистник. Наоборот. Ну, просто должна быть дисциплина. Дисциплина должна быть, вы понимаете? Иначе, иначе. Вот даже, вот люди, я смотрю, некоторые гуляют с собаками, я обращал внимание. На поводке ведут. И я не совсем понимаю в определенный момент, собака ведет человека или человек собаку. А это многое значит. То есть, когда вот собака рвет все время руку, все время она дергает, дергает, и человек за ней, там вот это вот. Ну, вы видели таких людей, они обычно вот это вот ходят, они так по улице гуляют с собакой. Нет, это не ты выгуливаешь собаку. Это собака выгуливает тебя в этот момент. Собака должна идти рядом, рядом и не дергать поводок. И каждый раз, когда она дергает поводок, она должна понимать, что она не может дергать поводок. Тогда она перестанет дергать поводок и будет ходить рядом. А когда ты ее вот так вот отпускаешь, спокойно говоришь, иди сюда. Она подходит, садится. Она говорит, сидеть. Вот так вот спокойненько. Не вот это вот. Ну ладно, она радуется, пускай. Ты так вот поводочек так вот снимаешь. И говоришь ей, беги. И она свистала, раз, назад прибежала, раз, палочку ей бросила. А она палочку раз, принесла. Вот, потом, иди сюда. Все, идем домой. Раз, за поводочек зацепил. И она рядом с тобой, на этом поводочке. Как только тащит, а есть некоторые собаки, я видел, люди аж давятся, как тащат. Аж прям. Обычно маленькие, противные такие. Волос на них много. И там еще обязательно на всех. Думаешь, господи, ну что такое? Что ты себя ведешь, как участник Дома-2, в конце концов? Ну перестань, ну перестань. Имей, имей какую-то осанку, в конце концов. Спину выпрями, расправь плечи. Ну что ты себя ведешь вообще? У меня кот был, он сам на унитаз ходил и стучал по стульчику, чтобы смыли. Никто не объяснял, он сам догнал, пишет Денис. Ладно, бывают умные коты, Денис, согласен. Даже умнее некоторых людей получается, да? Да. Всем собаководам Антуан Наджарян вам в помощь, пишет Александр Первый. А что там с Грудининым и с коммунистами? Опять их кинули, пишет Бон Джови Джон. Ой, опять мне про Грудинина написали. Да что ж такое? Грудинин не коммунист, точка. Пожалуйста, я не могу это повторять каждый раз. Грудинин буржуй. Ленин бы его в партию не принял никогда. Все, точка. Ну правда, современные коммунисты, я не могу на них смотреть, и вот мне больно на них смотреть. Буржуи. Ходят буржуи, денег много. Ну вот, изображают, что они там какие-то коммунисты. Ну, максимум, максимум они себя могут называть, ну ладно, пускай они будут, ну, социалисты. Ладно, они могут себя называть какие-то социалисты. А по меркам КПСС это такие оппортунисты, такие предатели идей вообще, страшно на них смотреть. Поэтому я на современных коммунистов всегда смотрю вот так вот. Отращение они у меня вызывают. Я считаю, что человек, проповедующий коммунистические идеи, он должен прямо ходить в ветоши в какой-то, да. Он должен своим примером показывать, что он всем одинаково раздает. И себе в том числе. Вот всем, всем одинаково, да. А так, когда вижу миллиардеров, которые рассказывают, что они коммунисты, мне противно, понимаете. Когда вижу, как коммунисты подъезжают к нам вот здесь. Ну, здесь же они ходят на интервью, еще что-то на Майбахах, на дорогучих. Представляете, сколько стоит сейчас Майбах новый. Приезжают на Майбахах, ну что, какой это коммунист. Это не коммунист вообще, о чем с ним разговаривать. Нет, нет, нет. Ведь это просто хитрые буржуи, хитрые буржуи, которые хотят нас обмануть, понимаете. Других буржуев. Я-то сам, конечно, буржуй. Так вот, если задуматься. Но я, по крайней мере, не делаю вид, что я не буржуй. Ну, хотя бы, да. А вот эти псевдокоммунисты, буржуины вот эти вот. Они мне напоминают псевдоверующих вот этих. Которые тоже, да. В церковь сходить помолиться, он помолится, конечно, да. А потом орет, ходит на улице где-нибудь на кассе на человека, унижает всех, злой постоянно. Бьет кого-нибудь дома. Ну, вот такая вот история, вы знаете, типичная, да. Хочется всегда добавить в этот момент, ну, да, по-христиански, конечно, да, 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 по-христиански. Машины чьи-нибудь сжигают, еще что-нибудь делают. В общем, я не люблю таких людей, мне они не нравятся. Я считаю, что это политика двойных стандартов. Либо ты занял позицию, и уже ты на ней, либо ты не пытайся строить из себя там какого-то... Смотрите, ультрапатриоты, у которых недвижимость вся за рубежом, вот знаете, такое. Коммунисты, у которых миллиарды на счетах в банке. Да, вот миллиарды на счетах в банке. Вот эти все люди, они меня все раздражают. Потому что они явно, да, лапшу на уши вешают. И мне, и всем вообще остальным, и сами себе уже даже лапшу на уши навешали, и думают, что да, действительно, я коммунист. Какой ты коммунист? Первый тебя раскулачим. Скорее бы уже Великая Октябрьская Социалистическая Революция 2.0. Мы тебя первый раскулачим. Придем и заберем все. Все твои майбахи заберем, все твои дома заберем, все квартиры заберем. Вот и все. Правда же? Ну и все. Че пугать? Че пугать человека, у которого нет ничего тем, что у него это могут отнять? Ну окей. А вот у них-то есть. И поэтому, когда они рядятся в коммунистов, мне все время противно на них смотреть. Вот у меня дед был настоящий коммунист. Вот тут вот царство небесное. Вот, ну потому что, видите, как коммунист, вроде царство небесное, странное сочетание, но тем не менее. Царство небесное деду. Вот настоящий коммунист. Квартиру, которую дал ему, ну город там, скажем, партия там, дала квартиру жить. Девяностый, можно было себе оставить. Сдал. Сдал квартиру. А партбилет не сдал. Потому что настоящий коммунист. Потому что верил в идею, потому что он этой идеей служил, потому что он хотел, чтобы у всех было все по справедливости и правильно, чтобы было, да, чтобы каждый получил образование, чтобы была хорошая медицина, чтобы все было по-доброму, по-человечески, чтобы каждый друг друга понимал. То есть он был человеком, который верит в идею и реализует ее с положительной точки зрения, эту идею. Ну и все, ну и вот я видел коммунистов в своей жизни, это мой дед был, между прочим. А это что, коммунисты, что ли? Ну какие это коммунисты? Ну правда, ну это меня раздражает. И меня все время вот это вот, знаете, подкидывает. Давайте-ка обсудим этих псевдокоммунистов. Да не хочу я их обсуждать, правда, они меня раздражают все. Искренне вам говорю, они меня все раздражают, потому что они не коммунисты. Лучше уж видеть человека, который с тобой, ну не согласен и не сходится во взглядах, но по крайней мере он сам в эти взгляды, ну верит. Он хотя бы несет идею с верой в эту идею, он идет с ней, он верит в нее. Это его идея. Ну когда ты видишь, что по делам и по идее человек сам расходится, ну не хочется с ним ни о чем говорить, но он обманщик, но он обманщик. Все, ну не хочу я говорить с обманщиком, правильно? Мне даже приятнее смотреть на какого-нибудь буржуя, который конкретно говорит, да, я зарабатываю деньги, да, для меня главное деньги, да, окей, я не плачу огромные зарплаты всем сотрудникам, которые у меня работают, но я хочу яхту, я считаю, что это справедливо, я считаю, что это правильно, да, я вот такой вот предприимчивый бизнесмен, и я считаю, что мы живем в очень хорошем обществе, справедливым и правильным, и все правильно сделано в нем. Ну ясно, хотя бы позиция ясна, он хотя бы и живет в соответствии со своими словами, а как начинается вот это вот, жить я буду как миллиардер, но при этом называться я буду коммунист, ну, не пойдет, не пойдет, давайте-ка снимайте все с себя, значит, надевайте на себя один костюм, вот, вот вам трубка, вот в эту трубку герцеговина флор, табак папиросный, вот вам герцеговина флор в трубочку вот так вот набиваем, и все, и больше ничего нет. Вот, и одни штаны парадные, и одни штаны обычные, все, сапоги, две пары, больше ничего, вот тогда, да, тогда я скажу, о, смотрите, похоже, появился первый коммунист вновь, посмотрите, коммунист, настоящий, а так, очень интересно. У нас же, значит, хорош дедушка, внука без хаты оставил, пишет Алексей, ну и что, зато с верой в идеи всякие разные, понимаете, верой в собственного деда, а так бы, может быть, скурвился бы, да, вот как-то там, что-то промелочил по жизни. Да, может быть, была бы эта квартира там какая-то, но я бы знал, что дед у меня не верил сам в то, что говорил, а я знаю, что он верил в то, что он говорил, до конца, всегда. Так, указивка не позволяет, пишет Д, указивка чего и кого и куда, самое главное, да в глушь в деревню рядом с будкой, это что, а то все хотят в Москве находиться, а бабло грести, и бабло грести лопатой, да, ну и хотя бы честно говорят об этом, всех таких в глушь России пусть поднимают глубинку, вот тогда поверю, что за Россию переживают, пишет Александр, а, вот, вот, согласен, согласен. Человек, который окружен роскошью, любит говорить о социальной справедливости. Да, 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 вот об этом и говорю. То есть я все время смотрю на людей, вне зависимости от их взглядов, то это какие-то либералы, то это якобы какие-то коммунисты, то еще чего-нибудь, и они все время нам рассказывают о какой-то социальной справедливости, о том, что там народ страдает, и все время я задаюсь вопросом, а когда же народ перестанет страдать? И ответ всегда один и тот же, а когда мы будем властью, вот тогда он перестанет страдать? А-а-а, вон оно что, когда вы будете властью, народ перестанет страдать? А-а-а, а-а-а, может быть, просто вы тогда в этот момент будете властью, а народ как жил, так и будет жить? Ну, примерно. Плюс-минус, он примерно одинаково всегда живет, народ-то, обратите, пожалуйста, на это внимание, какой бы строй ни был, плюс-минус, народ всегда живет одинаково, всегда есть элита и всегда есть народ. И никогда такого не было, чтобы такой народ вдруг вознесся над элитой, и не было никакой вообще элиты. Нет, все равно бывает. Все равно кому-нибудь апельсины привезут на Новый год, а кому-то не привезут апельсины на Новый год. У кого-то есть Волга, на которой ты ездишь, а у кого-то нет Волги, на которой ты ездишь. Все равно есть какие-то преференции. Кто-то может съездить в Югославию, а кто-то в Югославию съездить не может никогда. Вот то, когда так получается, понимаете? Потому что все равно вот как-то есть такое. Кто-то может поступить, потому что там есть кто-то знакомый, а кто-то не может поступить, потому что знакомых нет, при этом, например, обладая вполне себе хорошими навыками и знаниями. Всякое разное бывает. Это человеческое общество. А почему ДКБ не работает? Вот так вот, пишет Антон. В этот раз уже территория Армении, а не НКР, пишет Антон. Ну не знаю, чем вообще ДКБ занимается. По конфликту на востоке Украины мне лично стало ясно, что ДКБ довольно-таки политизированная структура, которая с одной стороны все видит, а с другой стороны не видит ничего. То есть она полузрячая, полуслепая. В одну сторону у них глаз видит, в другую глаз не видит. И вот какая-то такая вот удивительная, потрясающая структура у ДКБ. Так мне показалось, я так ощутил, я так увидел. Может быть, я ошибаюсь исключительно, но, по-моему, все-таки нет. По-моему, если наблюдать за их действиями, всегда приходишь именно к этому выводу, что они все-таки ангажированы. И вот с этим как будто бы ничего нельзя поделать. Тогда про РПЦ. Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, заявили в РПЦ. Ну и, в общем, Бон Джови, Джон, я абсолютно согласен в этом случае с Русской Православной Церковью, потому что не совсем понимаю, как можно вакциной влиять на душу человека. И какая вообще религиозная составляющая есть в вопросе прививки. Бон Джови, по-моему, очень логично написанное заявление. Ну, Восток Украины, это не юрисдикция ОДКБ, пишет Антон. Ну, они же там что-то делали все-таки, да? Что-то они там делали. А, не ОДКБ, господи, ОБСЕ. Я про... О, боже мой. Я, конечно, про ОБСЕ говорил. А вы про ОДКБ. Все, я понял. Вы про ОДКБ. Господи, я перепутал. Конечно же. ОБСЕ, я хотел сказать. Я про ОБСЕ говорил. Вот. А вы про ОДКБ. Вы говорите про военный, так скажем, альянс военно-политический. А, ребят, только превентивный ударом и термоядерными боеголовками спасут Россию от вероломного запада. Это очень большой шутник. У нас есть такой Василий. Василий, мы так ржем над вашими шутками, что это просто кайф. Начальник Чукотки поднимал Челси, пишет Максим. Вот первый раз прочитал мое сообщение. Даже раз... Да, спасибо большое. Надо просто коммунистические идеи запретить, как АУЕ, пишет Ван Старков. Нет, ну почему? Коммунистические идеи сами по себе неплохие. Вопрос в реализации. Да, как и все остальные идеи. Знаете, когда рассматриваешь какую-нибудь идею в отрыве от реализации, она может показаться очень даже неплохой. Но обычно все идеи утопичные, они, конечно, ведут к чему-то ужасному. Вот я обратил на это внимание. Когда кто-то что-то где-то пытается создать идеальное, идеальное общество какое-то на основе чего угодно, обычно это общество становится ужасным. Как-то вот так вот потрясающим образом получается. Когда люди не пытаются создать ничего идеального, у них более-менее получается нормально функционировать и жить. Как только что-то идеальное, так сразу ужас, мрак без конца. После того, как ОДКБ, ОБСЕ со звезды уволят братан, пишет Антон. Да не уволят, можно же всегда ошибиться, заговориться. А давайте про офшоры, которые не позволяют Кипр турецким признавать, даже Крым не помогает, пишет Кевич. И Грудинина в покое, нормальный мужик, наш современник, и не хуже большинства, и харизма у него есть. Вот и боятся его допустить к выборам в прошлый выбор. Вон он сколько набрал голосов, пишет Гриб. Да допустите уже, в конце концов, этого Грудинина к выборам, пусть идет, ничего он не наберет все равно. Все это лажа абсолютная. Вот вы как будто такое ощущение, некоторые не понимаете, как все устроено. Ну, не понимаете и не понимаете, ничего страшного. В конце концов, я могу иной раз ошибиться и перепутать ОДКБ и ОБСЕ. И ругать в связи с этим ОДКБ, хотя ругал по факту ОБСЕ. Ну, а вы можете перепутать что-нибудь другое, ничего страшного. Рыночная идея в отрыве от реализации выглядит прекрасно, а в реализациях ужасно, пишет Владимир Петров. Да, но не так ужасно, как разные идеи, где все будет поровну. Обратили вы внимание, что идеи, когда все говорят, что все будет поровну и у всех будет одинаково хорошо, они нереализуемы, потому что для всех разное хорошо. Для кого-то хорошо носить штаны, а для кого-то хорошо ходить в юбке. Вот понимаете, такая вот история. И вот эти кто-то, кто не согласен с основной линией партии, они могут быть крайне недовольны. Сегодня в России, например, даже можно посмотреть, кто сильно недоволен тем, что происходит. В основном это всякие разные меньшинства. Ну, это правда. Они поэтому невероятно активны, потому что они недовольны отношением к себе. Хотя большинство вполне себе довольны отношением ко всему и к себе, и ко всем остальным. Они говорят, ну, все нормально. Просто, например, есть люди, не разделяющие традиционные, как мы это называем, ценности. Можно было бы просто говорить ценности. Но мы говорим традиционные, потому что как будто бы есть нетрадиционные ценности. Ну, так все-таки повелось в народе говорить традиционные ценности. И вот эти люди, конечно же, недовольны тем, что их нетрадиционные ценности, но мы делаем выводы, что если есть традиционные, то есть нетрадиционные, их не разделяет большинство, вот эти вот нетрадиционные их ценности. Понимаете? Потому что для всех хорошо разное. Для кого-то хорошо война, для кого-то хорошо мир, для кого-то хорошо быть в разрыве, в огромном, и быть очень богатым на фоне бедных. Кому-то очень хочется, чтобы богатых не было, и все были примерно одинаковые по доходам. У всех разное хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Здравствуйте, Александр, зовут Сергей. Да, пожалуйста, Сергей. Вы говорите, что у вас раздражают коммунисты, маскирующиеся, точнее, миллиардеры, маскирующиеся под коммунистов. А вот когда наоборот, когда государственник, миллиардер маскируется под бессередренника, записывая все на свою маму-старушку или подобные дела. То же самое. То же самое? То же самое. Это почему, когда груди устраняется от выбора про Володина, наоборот, пихает спину всеми. Я вам так скажу. Вот есть разные люди во власти. Одни рвутся, другие у власти. Они друг с другом борются. Они друг другу там сносят головы, да, они друг друга побеждают. Кто-то из них приходит ко власти, кто-то не приходит ко власти, кто-то держится у власти, кто-то выбывает из этой гонки. Ну, вы знаете, там, условно, Улюкаев вот выбыл в определенный момент. Это их тусовка. Это их уровень. Это их бойня. Объясните мне, пожалуйста, я здесь при чем? Ну, условно говоря, я или вы? Ну, вот конкретно. Ну, бойня у людей идет. Это у них такая игра. Игра это с высокими ставками. Ставка там по факту жизнь и свобода в этой игре. Какое вам дело до этого? Ну, то есть вы, когда делаете эту ставку, вы что, получаете или что вы теряете? Вы, когда за кого-то активно там что-то вступаетесь, почему вы это делаете и что вы от этого получаете? Что получит человек, который из ничего станет всем, я понимаю, он получит все. Что вы получите? Ничего. Вот и все. Вот и все. Да, возможно, это какой-то такой манера мыслить недостаточно глобальная. Да, вы скажете, ну, это какая-то местечковость, Леша. Это какое-то, может быть, даже в какой-то смысле мещанство. Я вам скажу, а я не понимаю, почему, например, вы или я или кто-то другой должен принимать участие в политических баталиях и во всех этих подковерных играх, где явно некоторые люди претендуют на какие-то посты, а некоторые люди не хотят, чтобы те заняли эти посты. Ну, это такая игра. Но вы-то в этой игре где? Вы займете какой-то пост? Нет. Вы лишитесь его? Нет. Где вы в этой игре? Задайтесь вопросом, где вы в этой игре? И подумайте, почему вы, кто-то вам нравится, а кто-то вам не нравится. За кого-то вы кричите «Ура», а кому-то вы кричите «Нет». Почему? 10.00 новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8 В Москве 10 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Против главреда The Insider возбудили дело о клевете на нидерландского журналиста. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Макса Вандерверфа Сталина Гуревич. По ее словам, был подан гражданский иск, а позже возбуждено уголовное дело по итогам экспертизы, которая установила, что сведения в статье российского журналиста носят порочащий характер. Макс Вандерверф – автор документального фильма о катастрофе малазийского Боинга на Украине в 2014 году. Сегодня главный редактор признанного в России СМИ иноагентом издания The Insider, инсайдер Роман Доброхотов, заявил, что к нему с обыском пришли полицейские. Далее срочно новый стенд информагентств Баку согласился на инициативу российской страны объявить прекращение огня на границе с Арменией с 10.00 по местному времени. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство «Спутник Азербайджан». Подробности в следующем выпуске. В Москве лжебанкиры украли 5,5 миллионов рублей у ведущей сотрудницы гидромедцентра. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как сообщило агентство новостей «Москва и источник в правоохранительных органах», 22 июля в полицию обратилась 48-летняя женщина, проживающая в Сталинской высотке на Кудринской площади. Она рассказала, что работает ведущая научная сотрудница гидромедцентра и заявила, что на ее телефон поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Они убедили женщину перевезти им деньги. Поставщики предупредили российские торговые сети о повышении цен на кофе. Ожидается, что уже в августе продукт подорожает в среднем на 10-12%. Причина – аномальные морозы после годовой засухи в Бразилии, где урожай зерен может сократиться на 30%. Как сообщает газета «Коммерсант», сети кофе ожидают роста цен в контрактах на следующий год на 40-50%. О подорожании кофе изданию рассказали сети «Верный» и «Лента». В свою очередь основатель компании «Wine Price Coffee» Сергей Румянцев заявил, что цены увеличивались на протяжении всего этого года, и за этой ситуацией в сентябре планируется увеличение стоимости в пределах 15%. В группе компаний «Шоколадница» изданию рассказали, что до конца года объемы поставок и цены зафиксированы долгосрочным контрактом, но не смогли спрогнозировать развитие ситуации. Глава ассоциации «Росчай кофе» Рамас Чентурия в интервью коммерсанту высказал мнение, что такой тренд может сохраниться на 5-7 лет. Накануне стоимость кофе на бирже установила рекорд за последние 7 лет. Фунт «Зерин» на пике торгов стоил 2 доллара 9 центов. Парк поездов оранжевой линии московского метро обновлен на 51%. Более половины из них составляют составы «Москва» и «Москва-2020». Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, в целом доля новых поездов выросла с 2010 года с 12,6% до 66,1%. К 2023 году уровень обновления поездов достигнет 80%. До этого времени планируется поставка 4,5 тысяч новых вагонов. В частности, на Калужско-Рижскую линию поступит 300 из них. После этого все поезда, которые курсируют на оранжевой линии, будут современными. Составы поездов метро «Москва-2020» имеют расширенные дверные проемы, USB-разъемы для зарядки гаджетов и климатические установки с обеззараживанием воздуха. Далее о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 73,85 рубля, евро 86,99 рубля. В Москве в эти минуты плюс 23. Сегодня будет пасмурно, местами возможен дождь и до 25 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеймёнов, Говорит Москва. 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 Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10 часов 6 минут среда, июль, день 28-й. Это Радио Говорит Москва. Филипп Клеймёнов, Говорит Москва. Я в этой игре там, где выбирают, кому отдать свой голос, пишет Димока. Да выбирайте, выбирайте Димока. Передайте, что эта жена Грудинина в прокуратуру послала документы о зарубежном счёте на 16 тысяч долларов. Есть у кого-то документы других, таких высылайте. Так что Павел Николаевич со своими родственниками нужно разбираться, пишет Михаил. Да по барабану вообще, серьёзно. Я даже видел, у нас вот Александр Асав, я слушал программу, делал такую, действительно разбор прямо делал вот этой всей истории. Это всё бесполезные разговоры. Просто есть люди, которые кому-то фанатеют. Вот понимаете, ну вот невозможно доказать любителям скриптонита, что скриптонит рэпер, а не поэт. Вот так же невозможно доказать некоторым фанатам некоторых политиков, что они преследуют, собственно, все, так же, как и все остальные, свои корыстные интересы. Ну вот невозможно. Им кажется, что вот есть какие-то особенные там люди, а есть не особенные. На мой взгляд, всё просто. Все люди одинаковые. Примерно. Ну, кроме отклонений каких-то уж совсем, да, там есть маньяки какие-то, ещё что-то ужасное. А так все люди примерно одинаковые. И примерно все вы примерно, где-то 99,9% людей, и в том числе и я, на работу ходите, чтобы деньги зарабатывать. Ну вот как-то так. Ну правда? Или нет? Или вы ходите на работу же не чтобы деньги зарабатывать. А тогда чего вы туда ходите? Ну, занимайтесь тем же самым делом бесплатно. Чисто по кайфу для себя. Нет, люди зарабатывают деньги. Поэтому я примерно себе представляю, что 99% тех людей, кто идёт в бизнес, они хотят сделать бизнес и быть богатыми. Правда? 99% людей, которые идут во власть, они тоже ведь хотят обладать этой властью, а не просто так прийти во власть, чтобы вам послужить верой и правдой всем. Правда? Они, наверное, хотят иметь определённый статус властный для того, чтобы реализовать какие-то свои, в том числе, желания. Да? Потому что люди – это люди. И каждый, кто пытается изобразить, что люди – это не люди, каждый раз вызывает у меня не то, что даже улыбку, недоумение. Я каждый раз смотрю и думаю, ну взрослые же вроде бы люди. Но всё ещё они не могут никак понять. Всегда ставьте себя на место кого-то. Вот завтра вы, например, становитесь… Ну вот сегодня вы не занимаете никакой там серьёзной роли, не играете какой-то серьёзной, не знаю, в стране, в мире. Завтра становитесь кем-то. Кем-то серьёзным, ощутимым, видным. Кем вы себя окружите? Ну вот кем вы себя окружите? Сами задумайтесь. Вы окружите себя тем, теми, кому вы доверяете. Кому вы доверяете? Вот такой вопрос вам. Ну тому, кто с вами и был, и кто вас не подводил. Правильно? Кто эти люди? И начинается. Друзья, коллеги по работе, хорошие знакомые. Ну так вот, кругами это всё будет расходиться. Семья. Семья, если у кого-то нормальная семья. Вот оно так и получается. Везде и всегда. Ты смотришь на правительства всех стран. Ты это видишь. Ты смотришь на большой спорт. Ты это видишь. Вот нам сейчас олимпийское золото принесла фехтовальщица, саблистка. Фамилию её не вспомню. Её отец четырёхкратный олимпийский чемпион. Внимание, в сабле. В фехтовании с саблей, если так можно выразиться. Он же возглавляет федерацию фехтования в России. У него дочь сейчас получила золото, взяла. Она заслуженно его взяла. Это понятно. И она в финале встречалась с другой нашей знаменитой саблисткой, вот этой, великой, да? Ну, фамилия у неё такая, великая. Та взяла серебро. И вот та знаменитая, которая взяла серебро, она тоже работает в этой федерации, или как это называется, и она занимает там должность. С одной стороны, может показаться, что, ага, обложились там родственниками и друзьями все вместе. Ага, ну, на самом деле, просто это довольно узкая такая сфера деятельности, где не так много, в принципе, людей. И да, можно воспитать, например, своего ребёнка и сделать из него олимпийского чемпиона, потому что там вот, ну, вот кто-нибудь из вас когда-нибудь вдруг решал пойти на фехтование? Просто на всякий случай. Или вот, например, конный спорт. Я уверен, что там всё семейное абсолютно. Или ты смотришь «Формулу-1». Да, там есть какие-то ребята, которые ни с того ни с сего туда попали, но в основном это все люди, которые шли вот годами. Они все друзья, они все друг друга знают, они все знакомы с детства, даже соперничали друг с другом. У некоторых отец владелец команды, сын поэтому в этой команде. У некоторых отец великий чемпион, поэтому их берут в команду, потому что это хороший бренд, когда у тебя есть, например, фамилия Шумахер в твоей команде, хотя это не тот Шумахер. И вот ты начинаешь смотреть, потом ты смотришь, например, на какого-то гонщика, который сейчас, ты бы хотел, стал чемпионом, да? А у него отец тоже, оказывается, достаточно прославленный гонщик. А-а-а, вон оно что. То есть есть династийность, есть семейственность. А почему она есть? Ответ очевидный. Потому что она есть везде. Везде. И везде есть друзья. И все этих своих друзей, если друзьям доверяют, если нормальные друзья, да, а не какие-то, кто рядился в друзей, им доверяют. А кому ты еще будешь доверять? Дяде с улицы ты будешь доверять? Ну, серьезно. Ну, кому ты будешь доверять? Да никому. Вот оно и получается, что клан Кеннеди, на тебе, такой клан, сякой клан, да, Буши, сын, президент, отец, президент, еще один, там, конгрессмены они были, губернатором был Буш, младший. Ничего, ничего, нормально абсолютно. И вот появляется человек, говорит, это неправильно. Ну, а как правильно? Сделай правильно, в конце концов. Ну, вот как правильно? А в итоге получится, что правильно не бывает, что вот это единственная возможность существования общества. Справедливо ли это? Да не знаю. Наверное, если так помыслить, да, подумать и представить себе идеальную картину, наверное, это несправедливо. Но посмотрим, как вы распорядитесь своим ресурсом, когда у вас будет выбор между ребенком вашим, например, и ребенком, например, моим. Вот вы, например, будете, не знаю, ну, кем? Давайте какой-нибудь пример придумаем. Вы будете, например, каким-нибудь серьезным музыкальным продюсером. И будет одаренный ребенок ваш, и будет одаренный в музыкальном смысле ребенок мой. Кого вы будете продюсировать? Ну, давайте только честно. Моего, что ли, вы будете продюсировать? Сейчас. Ну, конечно, вы будете его продюсировать. А продюсируетесь. Вы своего будете продвигать. С-В-Е-ГО. Ну, что, мы кому-то напомнить Кристину Арбакайте? Что это? Она великая певица. Ну, без обид. Она интересная, она похожа на маму, все такое. Но у нее какой-то потрясающий голос. Пресняков старший, Пресняков младший. Галкин, который присуседился в определенный момент. И много кого еще можно назвать. Много кого еще можно назвать. И что? И что? Но в одной сфере вас это возмущает, а в другой сфере вас это не возмущает. Потому что в одной сфере вы к этому привыкли, а в другой сфере вы к этому не привыкли. Так привыкните уже. Так уже привыкните. Примите, что это так. Примите то, что человек будет использовать все ресурсы, которые у него есть. Все вообще. Для того, чтобы помочь своим. Потому что все такие. Потому что все такие. Начиная от человека, который вот на улице ходит, собирает гроши какие-то. Заканчивая людьми, которые управляют миром Все одинаковые Что нет? Не одинаковые? Другие? Ну тогда, тогда, что сказать Тогда, если у вас будет выбор на работе между собой и кем-то другим Вы так вот начальнику и скажите Не надо мне повышения, вот этому человеку дайте Он более достоин Вот так вот и скажите Вот не надо мне повышения, пусть он мной руководит Вот его повысите Вот он молодец Мы решили вам повысить зарплату Да ну что мне, я-то не особо работаю Вот он или она, вот они молодцы Вы видите, как человек из силы убивает Давайте вот мою зарплату, которую вы мне хотите добавить Вот ему добавим Давайте И я посмотрю, сколько людей таких в процентах Ну если таких будет 0,1% Я уже буду удивлен И буду говорить, ничего себе Да, я другим себе представлял мир Я думал, что и 0,1% не наберется Попробуйте, когда вы идете в детский сад сдавать своего ребенка А вам, говорят, осталось одно место И у нас тут конкурс из 10 человек И, ну как бы, сами понимаете Попробуйте сказать Ну, слушайте, вот этот ребенок более достоин, чем мой Вот он достоин А мой, ну ладно, мы дома посидим в конце концов Ну попробуйте Получится у вас? Нет Не получится В этот момент вы будете рвать и метать И из последних сил выбивать себе это место Правильно? Как та женщина в Петербурге Которая вышла на улицу и стала прогонять детей-инвалидов Потому что ей не нравится, что они играют на площадке С ее ребенком, потому что ее ребенок пугается Она превращается в зверя в этот момент У вас есть какие-то сомнения, что когда ребенок этой женщины подрастет Она, эта женщина, не постарается сделать все, чтобы этот ребенок себя чувствовал хорошо И вы, у вас есть какие-то сомнения, что она не наплюет на интересы других детей? Никаких сомнений у вас быть не должно Она наплюет на интересы других детей Где надо кого прижать, прижмет Постарается У нее может не получиться Она может напасть на рыбу покрупнее И эта рыба ее просто съест Такое бывает Но она постарается Изо всех сил постарается Все стараются Все одинаковые Ну и естественно ситуация это обычно недовольны те, у кого не получилось стать крупной рыбой А у тех, у кого получилось стать крупной рыбой, те довольны ситуация А что недовольным ты быть? Я правильно плавал в нужных водах Питался мелкой рыбешкой Потихонечку сам набирал вес И вот я уже большая рыба И меня очень трудно съесть Ну вот Ну а всякий планктон, ну конечно, плавает и говорит Ну меня сожрать может любой Ну что такое? Да это невозможно Давайте объединяться в стаю Давайте мы будем в стае планктона А кит все равно плывет И вот так вот через ус этот планктон Фильтрует и ест Фильтрует и ест И ничего не сделаешь Ну потому что он кит Ну А это планктон Превращайся в кита Планктон Ну как бы такая вот история Понимаете Справедливо это или нет? Нет, это не справедливо Ну наверное Наверное Получается какая-то формула из разряда Человеку-волк Но я вижу, что это есть А рассказы о том, как все друг другу помогают И как все друг друга любят Вот этого я не вижу Вот этого я не вижу просто Я смотрю, но не вижу Не вижу я Я вижу, как люди занимаются Разными хорошими вещами Но там тоже есть свои резоны Сделать так, чтобы у тебя был Хороший медийный образ Все эти артисты Которые ездят по разным домам Кому-то помогают Ну вы знаете Но почему-то они это всегда делают Сугубо на камеру Всегда они делают это фотографируясь Всегда они изо всех сил Об этом пишут Потом о них во всех газетах Почему-то, не знаю Почему-то доброе дело Им надо сделать обязательно Очень пафосно И привлечь к себе максимум внимания С одной стороны это хорошо Потому что они подают правильный пример С другой стороны Мы же очевидно понимаем Что некоторые из них Может быть не все Но некоторые из них Лицемеры грязные Просто лицемеры И почему лицемерие Должно вызвать в ком-то желание Проявить настоящее чувство И доброту А не проявить такое же лицемерие Ага Когда я буду рядом с его местом Да, там скажем Я тоже буду вот так лицемерно ездить Улыбаться всем И меня будут тоже любить И все время рассказывать Какой я молодец Вот я такой молодец Мне будут делать Вот эти психологические поглажни Ты молодец Ты там правильно делаешь Умница, умница Вот это хороший мальчик А это плохой мальчик Одобрение нужно, конечно же Алеша, вас просто несет Словесный понос Пишет Владислав Владислав Я таких сообщений Как вы сейчас написали Прочитал Ну за то время Как я работаю на радио Очень много Могу сказать Что оно не информативное В общем-то Тот самый словесный понос Конкретика есть какая-то Что вас не устраивает Что я сказал не так Что не соответствует действительности Расскажите мне о том В каком мире вы живете Может быть он какой-то другой Может быть вы живете в мире Где родители отказываются От собственных детей Во благо чужих детей Ну покажите мне Что это за мир-то Я приеду даже к вам Может быть Это какой-то уникальный поселок Я не знаю Уникальный город Я приеду не потому Что я буду злой И там буду что-то кричать И выпендриваться Нет, я приеду посмотреть Ну мне правда интересно Искренне хочу это увидеть Где родители отказываются Например от собственных детей Во благо других детей Ну вот покажите мне это Вот где люди бросают своих друзей Потому что есть какие-то Более талантливые рядом люди И надо им помочь Ну покажите мне этот мир Где он Не знаю где Наверное где-то он есть Наверное вот здесь он есть у вас Просто и да Ну чисто в голове Вы себе придумали этот идеальный мир И все сидите И думаете Вот этот идеальный мир в моей голове Какой же он идеальный Ну идеальный мир в моей голове Я тоже могу вам нарисовать Хотите? Мой идеальный мир Я У меня есть все технические средства Которые мне нравятся Классный мотоцикл Классная тачка Несколько классных тач Мне нравятся машины Я люблю Я катаюсь У меня есть своя картинг-трасса Я по ней езжу Постоянно Постоянно С друзьями Катаюсь по картинг-трассе Просто удовольствие получаю У меня есть катерок Я на этом катерке Вот так вот по океану Плаваю Хорошо Раз Морская рыбалка Океаническая даже Можно сказать Раз Закинули Тунца поймали Вытащили Нарезали Пожарили Приготовили Поели Класс Здорово Все здоровые Все здоровые Вокруг Все здоровые Все вокруг Счастливые Я счастливый Всем всего хватает Мне всего хватает Все здорово А? А? Прекрасная картина мира Нет никаких Рядом со мной людей Которые слушают Руки вверх Очень громко Мой сосед Отложил перфоратор В сторону И больше не сверлит стену Собака Соседская Не пытается меня укусить За ногу И сосед в этот момент Не пытается говорить Она добрая Она не кусается Ничего страшного Не надевая Естественно Намордник На собаку На бойцовую Не происходит этого Я не выхожу Из дома И спускаюсь Там на лифте Не выхожу И не вижу Какашки Вот так вот Лежащие Собачьи Посреди дороги И не наступаю В них никогда Даже если они есть Я в них не наступаю И не замечаю их Представляете Как здорово Я никогда не болею Мне не нужно носить маску Мне не нужно вакцинироваться Мне вообще ничего не нужно делать Я никогда не болею Я живу 300 лет 300 лет Как минимум А там потом Мне Ко мне приходят И говорят Еще хочешь? Я говорю Да Пожалуй еще 300 Позвольте прожить лет Они говорят Окей Без проблем Старик Как захочешь Умереть Скажи Я говорю Чего ты неохота? Он говорит Туживи Я не старею Я всегда молодой Я всегда веселый Я в хорошем настроении Я не перед кем Мне не должен отчитываться Ни в чем Ну зачем мне В чем-то перед кем-то Отчитываться Почему я должен Кому ты обязан Я хочу ходить в трусах По улице И я иду в трусах По улице Прохладно Жарко Потому что когда? Жарко В майке Неудобно Жарко В джинсах Неудобно Жарко А я иду в трусах По улице Мне приятно Мне хорошо Да что там? Без трусов Просто иду по улице Без трусов И никто не предъявляет мне претензий Какие проблемы? Это же естественно Это же нормально Правильно? Это же абсолютно нормально Вот Что еще Из хорошего? Еще из хорошего? Что такое придумать? Идеальный Прекрасный мир Да в целом В целом Пока нормально Пока давайте попробуем Выполнить программу Минимум Вот эта программа Минимум Я так понимаю Что из всего того Что я перечислил Конкретно реализовать Можно только то Что я пройду Без трусов по улице Да? Давайте Ну уберем этот пункт Ладно Он не самый принципиальный В принципе Могу ходить и в одежде Иду, дышу Пишет Евген Да Это как Илон Маск Прописан в квартире 38 квадратных метров А сам у подруги живет В доме полторы тысячи квадратов Конечно, Михаил Идешь без трусов И все восхищаются Пишет Панк 13 И завидуют Ну вот понимаете, да? Идеальный мир Идеальный мир Как он должен быть Все Я представляю себе Идеальный мир Где все хорошо Все справедливо У всех все есть Все счастливы И никто никогда не расстраивается И не пишет плохих сообщений Мне в эфир Я прихожу в эфир И мне Я зачем-то прихожу в эфир Зачем-то Я прихожу в эфир Чисто по кайфу Типа Мне даже и деньги не нужны Потому что и деньги-то не нужны В идеальном мире Мне все просто так дают Я говорю Дайте машину покататься Мне говорят Да-да, вот Катайся, пожалуйста Вообще-то так и происходит Если я обращаюсь К нашим представительствам Автомобильным Они мне дают покататься На машине Ну вот вообще в целом Так Да-да, какую хочешь Я говорю Ну вот сейчас хочу Значит это 911-й Включи Езжай Катайся Надоест Вернешь назад Я говорю Окей Возвращаю назад Иду на работу Прихожу сюда Говорю Здравствуйте, дорогие друзья И вы мне такие Привет, Леша Как здорово жить Как хорошо Так все Все желания наши исполняются Все так замечательно Все так справедливо Вот Нет ни одной Несправедливости в мире Ты знаешь, Алексей О чем ты нам хочешь рассказать И я говорю Да вы знаете Хотелось бы о чем-то рассказать Но не о чем Потому что никто никого не убил Нигде не упал самолет Никто никого не обманул Никто никому не изменил Никто нигде никого Ну естественно не убил Это же понятно Это понятно абсолютно Ничего никто не ворует Я говорю Ребят, у меня нет новостей У меня такая новость Знаете для вас Как же хорошо жить И вы мне Да, слушай Это классная новость И нам так кажется Давайте обсудим Как хорошо жить И вы мне О да Жить это просто классно Вообще И я говорю Слушайте Может быть у кого-то Есть какая-то проблема Которую мы можем Решить все вместе Потому что у всех остальных Нет проблем И мне так Я говорю Пишите У кого есть проблема И все такие Да нет Я говорю Давайте проведем голосование Есть у кого-нибудь Какая-нибудь проблема Которую надо решить Ну вот нерешаемая Не знаю Может быть Задница чешется Ну не знаю Ну там Тапки порвались Может быть Сосед дурак Есть Семья Нет Сто процентов Все хорошо Ноль процентов Тех у кого какие-то проблемы Проблем нет Все решено Все Мы живем в мире Мы в раю Мы в раю Мы в раю Представляем Мы в раю А потом Кто-то мне из вас пишет Старик Да это потому что Мы все умерли уже давно Я говорю Это как так Ну мы умерли уже давно Это рай Я говорю Чушь какая Да точно тебе говорю На земле Говорит все по-прежнему Все друг друга ненавидят И убивают постоянно Я говорю Да Да А мы просто умерли Старик Мы в раю Вот у нас все хорошо Обсуждать абсолютно нечего Нега постоянное удовольствие Одно Духовное естественно Не телесное же Где же тело-то в раю Нет тела в раю Все Я говорю А ну тогда понятно Тогда понятно Вот мы говорю И построили получается идеальный мир А вы мне говорите Да нет не мы Я говорю А кто А вы говорите Ну он Я говорю Кто он Ну бог Я говорю То есть что же получается Идеальный мир человек не может построить Вы говорите Ну получается так Я говорю Ну ладно тогда Я говорю А какие условия А я говорю Да собственно никаких Иди отдыхай Вон твое облако Приляг Отдохни Сейчас принесут тебе нектар Будешь пить Может тогда О модели наук Расскажете Или про первый в мире Электрический самолет в России Первый полет совершил Пишет Михаил С удовольствием Михаил Давайте ссылки Алексей Вас и всех слушателей С днем кричения Руси Пишу второй раз Пошли большое в Альдемар Прости пожалуйста Павла Грудинина Закончить суды В Московской области По теме Отчуждения земли Для реконструкции Володарского Володарского Шоссе Эти же дороги Строятся Не для государства Эти дороги Строятся Для людей Если он говорит Что она На стороне Он на стороне людей Почему Жители Которые передвигаются Все нормально Чем же занимались Эти люди Зададитесь Вопросом Ответим И вам Экоактивизмом Они занимались А что же такое Экоактивизм Моя Окоактивизм Это такое Направление Политическое Политическая Деятельность Такая На теме Экологии Надо зарабатывать Политические очки Они пиарились Они создавали Себе имена О них говорили О них писали Газеты Они везде Гремели О них говорили В новостях А вас Вот не говорили О них говорили Вот А потом Когда уже Дорога построена И они сами Сейчас ездят По этой дороге Вот о них не говорят, но в определенный момент они вполне себе нормально на этом попиарились. Такие дела. Сейчас модно пиариться на феминизме. Вот посмотрите, у нас появились разные феминистки, да? Некоторые из них даже не были феминистками пару лет назад. Но сейчас они все рьяные феминистки. Ну, что деньги приносят, то, что славу приносят, на то и работают люди. А правда, она не приносит денег. И слава. 10.30 новости. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94.8 В Москве 10.30 в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Баку принял предложение Москве об объявлении прекращения огня на границе с Арменией. Оно вступило в силу с 10.00 по местному времени. В Москве это было 9 часов. Об этом сообщает агентство «Спутник Азербайджан». Ранее Минобороны Армении заявил о гибели троих военнослужащих из-за обстрелов со стороны Азербайджана. В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в эскалации ситуации. В Софиде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией. По словам главы Комитета по международным делам Григория Карасина, рано или поздно эта проблема будет решена. Он подчеркнул, что Москва уже обсуждала эту тему и готова снова вернуться за стол переговоров. Сенатор отметил, что сейчас решению этой задачи мешает пандемии коронавируса. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий. Отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны по инициативе грузинской страны после того, как Россия в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В России предложили запретить мотоциклистам ездить между рядами. С такой инициативой в Минтранс собирается обратиться депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, также мотоциклистам нельзя будет ехать с другими транспортными средствами параллельно в одной полосе. В интервью порталу газеты.ру парламентарий рассказал, что такое изменение в ПДД позволит сократить количество аварий с летальным исходом. В качестве примера Бессараб приводит европейский опыт, где такие запреты уже действуют. В России может закончиться сырье для производства сигарет. Причина – запрет Росвельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малавии из-за обнаружения в партиях мухи-горбатки. Как сообщает газета «Коммерсант», глава Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов написал письмо Михаилу Мишустину. В обращении к премьер-министру он рассказал об этой ситуации и заявил, что существует угроза остановки табачной промышленности. Воронцов подчеркнул, что такой вредитель, как муха-горбатка, не специфичен для табака, а в основном распространяется через фрукты и продукты животного происхождения. По информации издания, в ближайшие два дня должна пройти встреча производителей и импортеров сырья с регуляторами, на которые планируется обсудить сложившуюся ситуацию. Далее о валюте и погоде. Курсы доллара на сегодня 73,85 рубля, евро 86,99 рубля. В Москве в эти минуты плюс 22. Сегодня будет пасмурно, местами дождь и до 25 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, Говорит Москва. Говорит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я открою огонь, а он сказал, I will be fine. Пауза со стороны британцев была не случайно. Но я думаю, что они в итоге все-таки сообразили, когда все-таки он открыл огонь. Спасибо большое, Гургем, спасибо. Ну теперь Турция зайдет в Азербайджан официально, пишет Панк 13-й. Между Турцией и Азербайджаном уже фактически, считает Георгий, создана конфедерация. Китай, идеальное общество... Нет, сейчас не про Китай, пожалуйста. Сельский пишет, с моего позволения тоже можно. Сельский, надо поработать над правописанием, а то ошибки у вас. Позволяете с ошибками, так, нехорошо. Ладно, 7373948, мы с чего начали? Спикер турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Все это заявление сейчас звучит на фоне обострения обстановки на Азербайджано-армянской границе. Вот, есть заявление по этому поводу, собственно, Азербайджана, который принял предложение российской стороны. А это вот по поводу ДКБ. Работает у ДКБ, не работает. Вот смотрите, Азербайджан принял предложение российской стороны об объявлении прекращения огня на границе с Арменией. Ну, с 9.00 Москвы, то есть оно уже вроде как должно идти. Об этом сообщало Министерство обороны республики. Еще один интересный момент такой, даже материал или сообщение. Администрация Байдена избегает введения санкций против Путина. Об этом пишет политика против Путина и окружение. Так вот заголовок звучит. По данным источника газеты, во-первых, советники Байдена не уверены, что санкции против российской власти перейдут к ощутивым результатам. Во-вторых, чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России. А в этом случае российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки. То есть, не знаю, доверять ли источнику политику в этом смысле, но если доверять, и если действительно так мыслят в администрации Байдена, то, представляете, они мыслят таким образом, что Россия может, условно говоря, распасться, если они будут чрезмерно давить. И этот распад России приведет к тому, что ядерное оружие окажется в непонятных руках. В ненадежных руках. С другой стороны, понимая вот из этой фразы, мы понимаем следующее. Раз российское ядерное оружие может оказаться в ненадежных руках вследствие кризиса в России, этот кризис они, вроде как, инициировать не собираются. Это значит, что сейчас российское ядерное оружие в надежных руках, правильно? Ну, то есть, ядерное оружие России может попасть в ненадежные руки, если в России будет кризис. А сейчас оно выходит в надежных руках. Но выходит так, выходит так. Выходит, что все эти странные действия, которые совершают американцы или британцы, и, ну, вообще так, Североатласснический альянс, назовем его в целом, по отношению к нам и разговоры о том, что Россия вот-вот сейчас там начнет всех стирать в порошок, кого-то бомбить, Россия невероятно опасна, и Россия несет смерть, ужас и войну в этот мир. Это все лишь треп. То есть, они прекрасно понимают, что сегодня российское ядерное оружие находится под очень даже хорошим контролем, надежным, и в надежных руках. То есть, американцы оценивают наше Министерство обороны и наш, ну, Кремль, так скажем, Кремль тоже, да, власть нашу, верховного главнокомандующего, как надежных людей в этом смысле. То есть, когда и где вам кто-то, например, из сильно проамерикански настроенных граждан России будет рассказывать о том, что у нас здесь кто-то там сошел с ума или что-то такое подобное и грозит всему миру ядерным оружием, знаете, весь мир знает, что никто с ума не сошел, все в порядке, что оружие это в надежных руках. И в ненадежные руки оно может попасть только вследствие кризиса. О каком же кризисе идет речь в таком случае, я рассуждаю вместе с вами? А, наверное, речь идет о каком-то затяжном, тяжелейшем политическом кризисе, в результате которого оружие может попасть не в те руки. А по какой причине у нас может возникнуть политический кризис? По какой? Ну, наверное, по той самой, по которой возникал всегда. Кто-то очень старался сделать так, чтобы он возник. То есть ненадежными руками считаются те руки, которыми сегодня загребаются биткоины в России. И те именно руки, которые сегодня активнейшим образом пытаются всячески дестабилизировать ситуацию. И, кстати, об этом всячески заявляют, опять же, в открытую. И говорят, что нам нужно дестабилизировать, нам нужно ухудшить положение дел. Ну, как это примерно делала белорусская оппозиция? Они об этом тоже откровенно заявляли. Просто в Беларуси это ядерного оружия нет, потому и не страшно. О, как получается, да? То есть говорят вроде об одном, но если раскручивать эту историю в обратную сторону, то получается, что сегодня в администрации Байдена совершенно уверены в том, что современная российская власть, современная российская армия не собирается нападать на кого-то, уничтожать кого-то, убивать кого-то, взрывать какие-то американские города. Да. Значит, все, кто говорит иначе, это просто трепачи пустые. Вот и все. Правильно? Вот и все. А это значит, что по самому базовому вопросу мы можем договориться и уже договариваемся. Я правильно понимаю, а самый базовый какой вопрос? Вопрос безопасности. В первую очередь, ну, если мы говорим об оружии, конечно, ядерной безопасности. И мы договариваемся, окей. Ну, окей, ну, и прекрасно. Ну, и замечательно. Это значит, что для нас, что, видимо, в администрации Байдена, если доверять этому источнику, издание «Политико» называется издание, в администрации Байдена тоже не дураки. Это прекрасно. Это не может не радовать. Мне кажется, это прекрасная новость. Как раз та самая добрая новость, из которой мы можем сделать вывод, что мы, скорее всего, не будем умирать в огне ядерных взрывов. Ну, вот, ну, не будем. Будут какие-то другие причины для нашей смерти, потому что мы все не бессмертны, но не ядерная война. 7373948. Как вас зовут, Элю, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да. Знаете, вот то, что вы говорите, сообщение США о том, что они говорят, чтобы готовились к тому, чтобы оружие оказалось в надежном руках, это Соединенные Штаты. Не готовились. Вы вообще как-то по-другому трактуете. Я давайте прочитаю еще раз. Давайте я прочитаю еще раз, чтобы вам было понятно, что я прочитаю. Они дают понять, граждане России, готовьте к 1991 году 2.0. Вот тогда ядерное оружие в 1991 году, когда СССР распался, было в 10 раз более надежных руках. Тогда как бы была большая страна, и была Россия, куда можно было свести все ядерное оружие с Белоруссии, с Украины, с Казахстана. А вот сейчас, говорит, когда Россия развалится, куда она у вас? Нет русской республики большой, здоровой, как в 1991 году. И куда вы будете ходить ядерное оружие? Очень странно. Вы такие выводы делаете. По-моему, здесь речь идет как раз о другом. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Это ваш вывод, я понял вашу логику. Вы говорите, они таким образом, как бы говорят, скоро будет распад России, и оружие окажется в ненадежных руках. И говорят, готовьтесь. Ну, кому они говорят, готовьтесь? Сами себе в таком случае? Межконтинентальные баллистические ракеты-то, они же стоят настроенные. Они же стоят всегда. Вы знаете, да, что межконтинентальные баллистические ракеты, у них есть программа, она занесена, ну, так скажем, в компьютер, и они настроены на конкретные точки. Всегда. То есть это не так, что «О, давай, заводи ракету!» И настроили там как-то ее. Нет, она всегда настроена. То есть вот сейчас где-нибудь в шахте стоит ракета, которая точно должна ударить в Лос-Анджелес, например. А где-нибудь у американца в шахте стоит ракета, которая прям ровно должна долбануть в Рязань. Прямо именно в Рязань. И не одна. И не одна. То есть они всегда настроены, куда они будут бить. Все, программа заведена точно, абсолютно. Потому что баллистическая траектория, собственно, рассчитана, все всем понятно. А как вы узнаете, может ли быть военный союз между Азербайджаном и Турцией? На самом деле это подготовка к противостоянию... Как вы думаете, может ли военный союз между Азербайджаном и Турцией быть на самом деле подготовкой к противостоянию с Талибаном? Пишет Дамский угодник. Не думал на эту тему. Дамский угодник. Поэтому не буду делать никаких выводов. Но мысль ваша интересная. Можно над ней, наверное, подумать, да? А зачем в Рязань, пишет Максим? Ну, крупные города. Ну, хорошо, Химки. Ну, пусть не Химки, но Самара. Какая разница? Вот, Максим, вы когда задаете этот вопрос, вы хотите, чтобы я города поперечислял? Можем поиграть в города. Давайте. Самара вам на А. Абакан вам на Н. Нижний Новгород вам на Д. Дмитров. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Да. Я, да, с вами бы согласился. Вот это вот заявление там, точнее, публикация в этом журнале политикам. Если ей доверять, и доверять, что у них, естественно, какой-то есть источник вообще, в принципе. Знаете, я думаю, все это, так сказать, отрыжка информационной войны на стороне ведущейся США против России. Ну, все же понятно. В общем-то, российское руководство, оно, я думаю, финансовые средства держит в России, и мы всегда ответным встречным ударом можем уничтожить США, несмотря на их там ракеты уже в Румынии, да, ракеты средней дальности в Румынии, там, бомбы с ядерными боеголовками с Германией, то, что они в Польше пытаются создать. Наши гиперзвуковые ракеты, так сказать, потрут их в парасок. Да, просто есть ощущение, что это все путь в никуда. И для американцев, и для нас. Понимаете, это все, я говорю, отрыжка информационной войны, которую США ведут. Вот, поэтому, а дальше они под ковром-то, администрация Байдина как раз ведет переговоры, да, с руководством России, руководством США, с руководством России. Они, вот, ведут переговоры, как бы это скрывая, а и делают такие вот громогласные пиаровские заявления. Вот, а так, в принципе, Байден-то, в отличие от Трампа, в этом плане договороспособный, в принципе, мы уже договорились по некоторым направлениям, и договоры продолжаются. Сегодня Антонов, вот, предложил обнулиться, так сказать, по посольствам, и, ну, это уже такие технические вещи. Вот, поэтому это все, понимаете, их вот это все пищание, кряхтение, какие-то наезды информационные, я не знаю, это уже надоело просто. Надоело, да. Вот этот мусор не надо даже в эфир пускать, который из США исходит. Вот этот информационный мусор. Ну, есть в определенном смысле у них, наверное, тоже инертность вот этой системы. Они разогнались, несколько лет вот прямо довольно активно себя вели, у них уже выработаны методики, да, слова наработаны, люди себе сделали карьеры на этом, ну, это понятно. А Байден должен оправдаться, что он не хуже Трампа, что он там не слил США, не предал, да, перед лицом России. Он вот это делает, как оправдывает, да, а Трамп и его трамписты критикуют Байдена, да, за то, что он вообще слился, все провалил, да, вот сдался России. Правильно же это так происходит? Спасибо, спасибо большое. Бить будут, где тяжелое производство и жизненно важные узлы. Липецк, Череповец, Мурманск, Севастополь, Владивосток, пишет перевозчик. Алла пишет, что это не актуальная тема, какая еще ядерная война в современных условиях невозможна. Так, Алла, я же вам с цитаты начал, что как раз таки и говорят, что если вот в России грянет такой вот кризис какой-то ужасный, американцы сами говорят, и Байден, вот смотрите, еще раз цитирую, администрация Байдена избегает введения санкций против нашего президента и его окружения. По данным источников газеты, во-первых, советники Байдена не уверены, что санкции против российской власти приведут к ощутимым результатам, что, кстати, доказано уже, мне кажется, делом, что к ощутимым результатам они не приводят. А ощутимый результат у них простой, они никакого результата добиваются, американцы. Им не нравится наша власть, они хотят ее снять. Это их ощутимый результат. Нет, не получается. Во-вторых, чрезмерно жесткие меры могут привести к к в России, они говорят, а в этом случае российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки. То есть они говорят, слушай, мы вот санкции вводим, 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 вводим. А к чему это приведет? Говорят, слушай, это может привести... Это приведет к нашим целям. А какие у нас цели? Ну, нам не нравится власть российская, мы ее хотим снести. А-а, не снесем. Санкциями не снесем. А что тогда? А тогда, наверное, ну мы можем положить им экономику, попытаться вообще в ноль. И что будет? Социальный взрыв, наверное, будет. А-а, и что дальше? Ну, дальше, наверное, там какая-нибудь революция грянет непонятная. А-а, а что дальше? Ну, а дальше как пойдет? А что может там не так пойти? Ну, там, понимаешь, у них ядерное оружие, вот это вот все дела. А-а, может кто-то взять из тех, кто не должен это брать в свои руки. А-а-а, и что дальше? Они говорят, ну, дальше могут, например, ты просыпаешься от того, что в окно видишь грипп, вот этот ядерный. А-а-а, а-а-а. Слушай, может, тогда санкции не будем вводить тогда? Может, что-то другой, давай-то думать какой-то другой путь. Давай думать другой. Может, эволюционный? Давай просто ждать. Давай просто ждать, и все, давай просто ждать. А давай, может, и правда, может, просто ждать. Может, по-другому как-то работать. Ну, может быть. И вот сидят, думают. Ну, они же думают, им надо думать, и они думают. И наши думают сидят. Так, а что американцы? Ну, американцы, конечно, экономические гиганты. Тут не поспоришь, мы с ними просто потягаться экономически не можем. А чем можем потягаться? Ну, вот оружие. Слушай, а американцы могут нас вот так вот прям раздавить конкретно, да, и заставить что-то сделать? Ну, так по логике не могут. Не могут. А что они могут? Ну, они могут нам изо всех сил везде обрезать все финансовые потоки. А мы что будем делать? Ну, у нас тут есть некоторые планы, там, видишь, там, Германия, да, например, с этой трубой, да, мы вырываемся из-под санкций, там, с Китаем мы взаимодействуем. Ну, и вообще есть страны, на которые можно опереться. Да, конечно, можно было бы жить побогаче. Да, побогаче можно? Ну, да, можно было бы жить побогаче. Ну, сам понимаешь. Ну, да, наверное. Но в целом, вроде пока не умираем же, да? Нет, не умираем, нет. Ну, машины дорогие, да, машины дорогие. Но это неприятно. Нет, неприятно. Но вроде не умираем. Нет, не умираем. Ну что тогда? Ну что тогда? Ну что тогда будем сидеть ждать, когда американцы там что-то надумают. Мы будем говорить им, что мы не хотим санкций и войны не хотим. И вот мы не хотим санкций, мы не хотим войны, мы не хотим санкций, мы не хотим войны. Американцы такие, а не знаю, может быть надо все-таки санкций. А может и не надо. А может уже и не надо. А как заднюю дать? А мы же уже все ввели. Слушай, а может убрать? А мы же все уже ввели. Ввели уже все. И потом такие, а еще же ведь Китай. А еще же ведь Китай. А еще же ведь Китай. Китай. Да, может нам как-то с Россией этот вопросик утрясти, может нам как-то о ней немножечко забыть, может нам пока заниматься по большей части Китаем, потому что Китай, конечно, говорят американцы, это бедовая для нас история. Ну да, ну да, ну да. И вот сидят, думают, репчат, что-то думают. А кто будет рулить революцией в России? Неужели не англосаксы, пишет Адам? Да я надеюсь, что революции в России не будет никогда больше. Я думаю, что нам хватит двух революций 20 века, революции и контрреволюции. Одна социалистическая, другая контрреволюция буржуазная 90-х годов. Я думаю, что, я надеюсь, что нашим людям хватит мозгов понять, что нас это ни разу не приводило к чему-то потрясающему. Нас это всегда приводило изначально к беде, боли, крови, поту, слезам, страданиям, убийствам, потерям миллионов людей. Надеюсь, что люди это понимают. Может быть, и не понимают. С другой стороны, для любой такой вещи совершенно не нужно обладать поддержкой большинства. И вот это есть основная мерзость ситуации всегда с революциями, со всеми прочим. Тебе не нужно обладать поддержкой большинства. Тебе нужно обладать поддержкой активного меньшинства. Но я искренне желаю России, пускай даже скромного, но достаточно стабильного будущего, без крови, слез, пота и войн, и революций. Вот искренне. 10.57. Далее рубрика «Русский язык». Что-нибудь про наш язык вы узнаете интересное. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.